Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как он ее спас, да? В самый последний момент. Так только в кино бывает. Да я бы тебя тоже спас. Правда? Само собой. Подожди. Что? Сейчас. Сейчас. Вот. Уважаемая Анастасия Владимировна. С ума сошел. Помогите! Помогите! Пошли отсюда. Пошли отсюда. Костин, там же помощь нужна. Ну? Костенька, пожалуйста. Ради меня. Помогите! Вот если мне башку оторвут, это будет на твоей совести. На. Э, мужики, вы… Ты чего партизанишь, а? Не трогайте его! Я милиссу вызвала! Костя! Костенька, ты как? Костя! Э, мужик! Это от нашего. Он весь в крови. Это нашел его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А тебя как зовут-то? А? Вадим. Я Костя. Я Настя. Костя. Помоги, а? Я не забыл. Так. Скорую вызывай. Срочно. Сейчас. Ты завтра за меня выйдешь? Чего? Ты серьезно? Ты ж мне не сказала. Я уже выйду. Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Я вообще не понимаю, зачем я иду на эту работу? Ну, для чего? Ну, в лучшем случае, я дослужусь до начальника отдела рекламы. К сорокету закроем ипотеку. Зашибись достижения. Костенька, ну, надо как-то работать, откладывать. Все так живут. Да не все. Нормальных денег в нашей стране вообще не заработаешь. Только если воровать. А я не умею. Может, мне учиться пойти, воровать? Похоже, кто-то до утра не спал и играл в онлайн-покер. Мы же договорились с тобой, что я не буду больше в обычные игры. Да, после того, как ты проиграл все, что мы откладывали на отпуск. Настя, ну, я же тебе говорил, что я делаю это ради тебя, чтобы смогла это сделать яков в нормальной московской клинике. Костенька, ну, я же и в нашей могу. Это даже не обсуждается. А если я тебя потеряю? Я же с ума сойду. Ну, не повезло. Слушай, даже профи иногда проигрывают. Ну, ты же не профи. Ты гуманитарий. Не надо тебе играть. Да? А как мне стресс снимать? Может, мне в баи пойти? С девочками. Как некоторые. Так вот, я вот не такой. Ну, конечно, ты не такой. А давай… А давай я тебе буду стресс снимать. М? Может быть, мне придется эко делать? Ой. Давай. Эль, подожди, подожди. Тихонечко. Давай, 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 давай. Мама, ты опять? Ну, какие конфеты с твоим диабетом? Ты в больницу опять захотела? Ну, не переживай ты за меня. Ты лучше губки подкрась. И глазки подведи. Посмотри, я в твоем возрасте выгляжу лучше, чем ты. Женщина должна следить за собой. Мужчины ценят женщин только тех, которые ценят сами себя. Мам, тебе нужно блог в интернете вести. Популярный будешь. А я это уже все слышала. Толку так? Ну, что, все соответствует последней неделе цикла. Беременности нет. Ну, как же так? Меня и тошнило, и грудь болела. Настена, это психосоматика. Такое бывает. Нет, чудеса, конечно, случаются, но на них рассчитывать не стоит. Что Костик сказал про эко? Он за. Только говорит, не здесь. Либо в Москве делаем, либо нигде. Да что, волнуется за меня и даже чересчур как-то… Не, идея, конечно, хорошая. Были бы деньги, да? Ну, когда буду, тогда об этом подумаем. Нам сейчас никакой эко не оплатить. Ипотеку бы закрыть. Слушай, а возьмите его у нас, а? Потом будут деньги отдадите. А, нет. Нет. Костя никогда не возьмут у Ильи в долг. Это ж как признать, что он не справляется? Настя, а он не справляется. Так и есть. Если всех мерить по-твоему Ильи, можно… Не у всех мужья прокуроры и… Ну, Настя… Костя очень старается и… Пусть старается. Молодец. Мне на работу пора. Стой, я тебя провожу. Настя, подожди. Давай поговорим. Не обижайся. Женщина, подождите. Слушай, а ты не можешь в своем банке кредит взять? Ну, может, тебе как сотрудник ульгот какие-то полагаются, а? Ай, ну, на мне уже один кредит есть. Пока достаточно. В смысле? Так, подожди. Почему на себя? Почему не на Косте? Это же его была идея взять квартиру в Москве. Это что такое? Костя тогда не работал. Ему бы никто кредит не дал. Отлично. Ладно, все, я поехала. Вечером тебе позвоню. Вызывали? Чижов, у нас сегодня 13 мая. И ваш испытательный срок официально истек. В общем, мы с вами решили расстаться. Не понял. Начальник отдела рекламы, ваш непосредственный руководитель, недоволен качеством вашей работы. Газету кормит реклама. И в условиях кризиса мы не можем себе позволить держать неэффективного менеджера. Ну, я сейчас как раз разрабатываю нового клиента. Окна радости. Это очень крупный производитель. Николай Сергеевич, ну, вы же понимаете, что это все не быстро. Еще чуть-чуть, и они подпишут с нами годовой контракт на размещение. Месяц назад вы это уже говорили. Ну, у нас не самая передовая газета, прям скажем, и рекламодатели в очередь не выстраиваются. Так вот, ведь вас и наняли для того, чтобы вы их сюда приводили. Чижов, ну, другие же как-то справляются. Специалиста такого уровня, за эти деньги вы просто не найдете. Уже нашли. Завтра приступает. Так что две недели можете не отрабатывать. Зайдите в бухгалтерию, расчет получите. Там уже все готово. Это ошибка. Настя, меня уволили. Настя, меня уволили. Костя, я уже освободилась. Минут через сорок могу тебя забрать. Настюш, слушай, не надо за мной заезжать, у нас окажется корпоратив. О, шефа юбилей. Представляешь, ага. А в редакции или где-то? В редакции. Буду до конца сидеть. Изображать приятное общение. Все, ложись, меня не жди. Хорошо. Веди себя прилично. Пока. Да-да-да, спасибо большое. Я поела. Мам, я Ирку попросила Иванченко позвонить. Ну, она же его лучше знает. Ну и? Ну, а ей что, он трубку не берет? Значит, налезались оба. Видать, корпоратив удался. Мам, ну почему ты сразу думаешь, что он напился? А может, случилось что? А что? Потому что жизненный опыт, Настенька. Ничего не случилось. В худшем случае заночевал где-нибудь. Нет, нет, он бы мне позвонил. Мама, а может быть его избили и в канаву бросили, а деньги и телефон у него украли. А скажи мне, пожалуйста, к кому мне в таких случаях надо звонить? В полицию надо идти. Костя. Анастасия Владимировна, это же я официально заявляю вам, что ключи от квартиры утрачены. Костенька, ну а с телефоном-то что ли? А я и думаю, что телефон утрачен так же. Ну, как же так? Вот так фундаментально. Клади спать его скорее. Завтра поговорите. Мам. Что? Я его не понесу. Костя, вставай. Давай. Давай. А представляешь, наш директор вообще уже нажрался в дым. И давай, представляешь, другое, как приставать. А наши, главное, все. Сергей Семенович, отец родной, так и надо. А я? Нет. Мне плевать, что ты директор. Козел безрогий. Так сказал. А он взял и уволил. Как уволил? Пусть. Говорит, Чижовов, будешь теперь везти, Нин. Костенька, а как мы с тобой ипотеку-то будем выплачивать? А теперь еще телефон новый. Костя, это же нарушение трудового кодекса, ты на него в суд можешь подать. Кость, слышишь меня? Ну, говори. Ну, что? Плохо ему? Зато вчера было хорошо. Знаешь, мам, у всех бывают. А то, что уволили его опять. То его недооценивают, то его притесняют. Сейчас вообще в Клары Цепкин подался. За права женщин стал бороться. Жалко за чужих. Ну, он вообще больше года проработал только в твоем банке. И то благодаря тебе. Я уже молчу про эту авантюру с ипотекой. В Москве ему уже не захотелось. В результате пшик. Квартиры нет, зато есть кредит. И платишь за него ты. Эй, мама, он же о нас заботится, чтобы мы лучше жили. Ты знаешь, о чем он думает? Нет, а я знаю. Вон, сколько людей попало. Ты ж телевизор смотришь? Там про одних обманутых дочечков говорят. Да он во всем такой. Все уже люди поняли, кто твой Косик. Только ты в розовых очках. На словах он Лев Толстой. А на деле Алексей. Мама, да я люблю его, как ты не понимаешь. За что? Вот у Ирки муж, это я понимаю. Вот не надо. Ты знаешь, что он с девочками в баню ходит? Что? Да от зависти знаешь, что могут сказать. Зато мой Костин такой не способен. Да, да. Да, у него есть какие-то недостатки. Но я на двести процентов уверена, что он мне никогда не изменит. Ну, конечно. Зубы заговаривать он мастак. Только работать бы научился. Мама, у него просто не было шанса себя проявить. Нормально? Здрасьте. Алло. Да, я. Помню. Да. Не может быть. Что? А какого числа? Понял. Договорились. До встречи. Кто звонил? Вадим Андреев, помните? Ну, парень, которого я спас тогда. А, да конечно. Ты же мне тогда предложение сделал. Он умер вчера? Да ты что? Да, мне нотарио звонил. Говорит, он мне какое-то наследство оставил. А какое толком не говорит? Только если в Москву приехать на слушание. А что там случилось? Я не знаю, как будто мне наследство оставил. А что он у меня ука стоит-то? Не знаю. У меня машина уже. Главное, чтобы не долги. Я понять не могу. Откуда у такого количества людей столько денег на такие тачки? Завидовать, Костенька, очень плохо. Я не завидую, я поражаюсь. А также дом в Московской области. Ты понимаешь, что происходит? Не очень. Я гражданская жена покойного Вадима Андреева, Марина Чапотарь. Здравствуйте. Понимаю. Мы уже заканчивали. Таким образом, Константин Чижов, как единственный наследник покойного, получает все его движимое и недвижимое имущество, все счета, вклады, а также наследует статус мажоритарного акционера Анда Банка с правом управления. Я, наверное, что-то пропустила. А что получает мой сын? Сын покойного, Петр Андреев. Сын не упоминается. Сын не упоминает, что мы достойны этого. Мы миллионеры. Ой, простите меня, пожалуйста. Не хотела там рыдать. Никак не могу привыкнуть. А вы Константин Чижов? Друг Вадима? Да. Я. А вы? Я Настя. Жена Кости. Ну, а я Марина. Вы уже знаете, кто я. Вы… Вы простите… Мы же… Мы не знали. И… И… Просто нам позвонили… И… Да. Убийство Вадима стало ударом для многих. А его что? Убили, что ли? Кошемар какой. А как же так-то? Ну, что же мы с вами в коридоре-то сидим. Вы приезжайте сегодня к нам на ужин, заодно посмотрите. Хоть увидите, что вам наследство досталось. Ой, спасибо вам большое. Но нам еще в Рязань нужно возвращаться. Костя только через полгода сможет наследством распоряжаться. Так что… Мы вас беспокоить не будем. И… А… Хотя можно и позже поехать. Да? Ну, отлично. Давайте тогда часов в семь. Телефонами обменяемся. У людей горе, а мы поедем смотреть дом, который у них отбираем. Да ничего мы не отбираем. Вадим нам сам все оставил. И она нас сама сюда позвала. Мы только что разбогатели. И ты должна от радости вообще до потолка прыгать. А не искать проблемы там, где их просто нет. Ну, ты же знаешь, как я не люблю ездить по трассе ночью. Посидим час, а потом поедем. Давай, без финатизма. Поверить не могу, что мы теперь будем здесь жить. Ты вообще посмотри, какое все другое. Это-то и пугает. В Рязани все родное, знакомое. Скука. В одном районе пукнул, в другом слышно. И каждый день одно и то же. А здесь все время новые впечатления. Как думаешь, мы будем здесь счастливы? Да, конечно, будем. С такими-то деньжищами. Представляю, какой у тещи коллапс будет, когда она узнает, что ее зять неудачник теперь. Миллионер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нехилый домик. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе. А это вот к чаю. Ой, да что вам не стоило. А че это вот чудо автопрома? А эту, Костя, теперь вашу по завещанию. И дом, и машина, и деньги, и банк. Все ваше. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. А это подруга моя, Викусик. Я ее к нам на ужин пригласила. Вы же не против? А, мы только за. Приветик. Настя и Костя. А я Виктория. Как победа. Рад. Кость, достань, пожалуйста, пакетики из машины. Там шампусик и икра. Угу. Настя, а вы какое шампанское пить будете? Ой, мы не будем пить. Нам еще домой возвращаться. За руль. Ну что, продемте? Да, да. Ой, давай быстрей. Я подойду сейчас. Я не могу сейчас говорить. Прости, Анда, я на секундочку. Слушай, короче, я сейчас на кассе встретила Иванченко. Он там нормально так алкоголь набрал. Ну, я не выдержала. Ты же меня, знаешь, спрашивала, мол, что, у вас там опять корпоратив? А он такой, в смысле? Ну, короче, слово за слово. Выяснилось, что никакого корпоратива у них тогда не было. Представляешь? Я поняла. Я тебе перезвоню, хорошо? Угу. 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 Ой, Петя, здравствуй. Здравствуй, мальчишечка. Какой у тебя красивый тут бантик. Петя. Петя, у нас чудо, а не ребенок. Ему просто нужно дать кефирчик, а он сразу засыпает. Давайте садиться. Уже все накрыто. Ань, неси его укладами. Пройдемте. Костя. Костя. А можно еще мясо попросить? Добавку. Давай я тебе положу. Настя, успокойтесь. Ешьте. Это они на работе. Не мешай. Они работают. Спасибо. Предлагаю перейти на «ты». Замечательно. Я тоже хотела предложить. Ой, да. Вы все молодые. К чему эти формальности? Ты, вы. Какая разница? Главное, мы все здесь собрались, друзья. Да? Угу. Так вкусно. Так красиво. Да. Дом – бомба просто. Да? Да. Все продумано. А вы видели уже бассейн? Нет. Да, здесь есть и бассейн. Вадим сам все проектировал. А, кстати, как его убили? Ну, Кость, ты что, с ума сошел? Нельзя такое говорить? Марисечка, родная, как ты? Такой, все нормально, все нормально. Его Аня нашла в кабинете, он на полу лежал. В луже крови, с пробитой головой. Рядом лежали часы. Тяжелые такие. Отец подарил, они всегда на столе стояли. Вот, наверное, ими его убили. Их полиция забрала, сейчас расследование идет. Следователь какой-то шныряет неприятно и все. Что-то выискивает, вынюхивает. Или ее арестовали. Илья Фомин – это совладелец банка. Партнера Вадима. Простите, пожалуйста. Бедная моя девочка. За что же тебе такие страдания вообще? А я вот часто думаю, а что, если бы мы с Петей тогда дома остались, никуда не поехали? Может, и Вадим бы живой остался? Ой, нет, а что наоборот? А если бы Петей, ой, даже говорить не хочу. А у вас есть дети? Или вы так решили для себя пожить child free? А, нет, дело не в этом. Просто не получается пока. Да, да. Костя, а жена намекает, ты плохо стараешься. Ай-яй-яй. А, я вот все хотела спросить, а как вы познакомились с Вадимом? Ну, на него напали в парке местные упыри. Вот. А он оказывал сопротивление. Но силы были неравны, его пырнули и хотели добить. Ну, я услышал, значит, побегаю. Хоп-хоп. Ну. Вот. И, в общем, оказался в нужном месте в нужное время. То есть ты ему спас жизнь? Ну, выходит, так. Ты прям герой. Я теперь понимаю, почему он тебя все оставил. А когда это было? Десять лет назад. Костя тогда мне предложение сделал. Вы так давно вместе. Угу. Мне с Настенькой очень повезло. Десять лет — как один день, да? Да. Поцелуй. За это надо выпить. А вы чего совсем не пьете? Человек же умер. Ну, ладно. Я могу быть трезвым водителем. А зачем вам вообще сегодня ехать? Тем более в Рязань. Утром проснетесь и поедете. Здоровая мысль. Заодно Москву посмотрим. Да, ну, может быть, вы и правы. Да. А сколько здесь всего бутылок? Не знаю. Это Вадим собирал. Я как-то больше повину. А можно и вон ту? Достала. Пожалуйста. Марусик, я поехала домой. Утром пилатес. Хорошо, мы тебя проводим. Ол инклюзив. Комната больше нашей квартиры. Какая ванная. Чего вы в комнате-то делаете? Не знаю. Слушай, хорош этот Петя, да? А как тебе Марина? Да нормально, вроде. Ой-ой-ой. Отсюда. Жалко ее, да? Одна с ребенком осталась без гроша. Это же как-то неудобно, что нам это все досталось. Так, я Вадиму спас жизнь. Он сказал, что не забудет. И не забыл. Так что все честно. Какая кровать. Слушай, Кость, а где ты все-таки был, когда пьяный пришел, а? Да ты корпоративе был, я же тебе говорил уже, ну. Ну да. Просто Иванченко Ирка сказал, что корпоратива не было. Такой Иванченко. Он на вторую неделю был в отпуске. Откуда он знает про корпоратива? Ну зачем он тогда Ирке так сказал? Ты же знаешь отношения Иванченко ко мне? Ну, он мне завидовал лучше со школы, а тут такой повод мне подгадить. Ой. Мать, ты не о том сейчас думаешь. Вы не только что, сорвали банк! Я ипотеку закрою. Я тебе шумок купил. Новую машину. Я тебя в Париж отвезу. А мы ж теперь и ЭКО сможем сделать. Да мы вообще сейчас все, что хочешь, вывезем. Ура! Ура! Заводи. Конфеты принесли? Да. Без обертки. По правилам. Фомин, вы можете реально скостить себе срок. Просто расскажите, как и почему вы убили Андреева. Я не могу признаться в том, чего не помню. Могу повторить еще раз, что Вадим, я почувствовал себя плохо. И, видимо, потерял сознание. Потом очнулся, уже еду в машине домой. Между этими двумя событиями ничего. Пустота. Удобная амнезия. Но бессмысленная. Камеры зафиксировали вас входящим и выходящим. Из дома жертвы в вечер убийства. Кроме вас и убитого, в тот момент в доме никого не было. Гражданская жена Андреева, Марина Чеботарь, поехала с ребенком в больницу. Врач зафиксировал. Когда они уезжали, Андреев был еще жив. На камерах видно, как он выходит из дома, кладет в машину Чеботарь сумку. Потом Чеботарь уезжает, а Андреев возвращается домой. И больше уже оттуда не выходит. Зато через час. Из дома выбегаете вы. Садитесь в машину и уезжаете. Сразу же после вашего отъезда возвращается домработница, которая обнаруживает тело. Ваши отпечатки пальцев обнаружены на орудии убийства. И по всему кабинету. Аня сказала, что ты здесь. А я вот решила тебе компанию составить. Надеюсь, ты не против? Ты прям русалка. Ну да. Отличный бассейн. Да, Вадим здесь мог часами находиться. Говорил, что вода его оживляет. Если бы так. Мне очень жаль. Я Вадима вообще почти не знал, но думаю, он успел пожить с счастливой жизнью. Деньги. Положение. Шикарная девушка рядом. Думаю, любой был бы рад оказаться на его месте. Да? Даже знаю, что вы потом убьют. Ты лучше яркая и короткая жизнь, чем длинная и скучная. Настюш, ну что ты делаешь? Прекрати. Завтра Аня придет, все уберет. Да тут одна кружечка. Хотела чаю черного выпить. Настя, тут такой басик вообще. Айда купаться. Я купальник не убрала. Так у Марины попроси. Так я дам. Хотел… Кость, неудобно. Как хочешь. Дай воды, а. Держи. Ой, а у нас кефирчик кончился. Я Петеньке на ночь даю. Для кишечника. Ой, придется самой ехать. А можно я за руку? Все, приглашала. Действительно, давайте все вместе поедем. Я сейчас Петеньку разбужу. Вдруг он проснется, чтобы не испугался. Ой, нет-нет-нет, не буди. Не буди. Я останусь, вы поезжайте вы двое. А как вы поедете-то? Вы же вчера пили. Ой. Да чем там пили-то, господи? Все уже увитрилось. Да. А страховка есть? По дороге до магазина никогда никто не стоит. Ага. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нравится? Еще как. Ой, поверить не могу, что моя. Твоя? Ну, во-первых, мой подзащитный был партнером и другом Андреева, часто бывал в доме. Так что его подпечатки обязаны там быть. Орудие убийства, настольные часы жертвы. Ну, Фомин мог их трогать при любых обстоятельствах. Во-вторых, факт, что камеры зафиксировали одного Фомина, не доказывает, что он был один в доме на момент совершения преступления. Это всего лишь доказывает, что только один он попал под камеру. И главное, что у моего клиента нет мотива. В этом смысле Константин Чижов, который получил по завещанию Андреева все его имущество и бизнес, больше подходит на роль убийцы. У него есть мотив. А вот если у него алиби… Как вы разникули про Чижова? Ну, у вас своя работа, у меня своя. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Послушайте, если у вас дорогой костюм, совершенно не означает, что вы можете указывать мне, как проводить следственные действия. Фомин, я надеюсь, вы потом не будете это есть. Ну что, гражданин Фомин, не сумасшедший. Просто это такое упражнение. Для концентрации. Я уберу. И потом. Пятенька, наверное, уже проснулся. Я пойду проверю. Занесешь проводку? Конечно. А может, вы поживете пока с нами? Ну, пока наследство в силу вступит. Просто дом большой, я одна, а с мужчиной как-то оно поспокойнее. Спасибо. Ну, у нас там мама, работа. Ну, хорошо, вы звоните, когда начнете документы оформлять, чтобы мы с Петей новое жилье искали. Ой, нет, зачем так спешить? Еще полгода. Мы потом вместе что-то решим. Костенька. Ага. Костенька. Ага. Я смотрю номера у вас, Рязанские. Вы, случайно, не Константин Чижов? Я? Я удачно зашел. Старший следователь Шумов. Значит, с гражданкой Чеботарь потом побеседуем. Вы у меня в приоритете. Поезжайте за мной. Конечно. А куда? В отделении. Вопросы есть в связи с убийством Вадима Андреева. Тут недалеко. Когда вы узнали, что Андреев завещал вам свое имущество? Вчера. То есть, до этого вы о завещании не знали? Знал. Послушайте, хватит меня путать. Говорите по существу. Знали вчера или раньше. Про завещание я узнал две недели назад от нотариуса. А про то, что в нем, вчера. Вчера. Где вы были вечером тринадцатого мая? В дом с женой. И тещей. Напишите, пожалуйста, телефоны. Ваш, мужа, мамы. Мы сделаем запрос по истории геолокации мобильного вечера убийства. Проверить сведения. А я как раз потерял телефон в тот вечер. У меня теперь новый. Когда потеряли? Где? Честно говоря, мы не помним. Распишитесь, пожалуйста. С этого момента и до окончания следствия вы официально находитесь под подпиской о невыезде. Вы не должны покидать пределы в Московской области. А вы же уже арестовали партнера Вадима. Фомин задержан, а не арестован. Обвинение ему пока еще не предъявлено. Мы должны проверить все факты. И вот ваш муж, например, больше всех выигрывал от смерти Андреева. И это факт. Я здесь. Я без тебя домой не поеду. Следствие может тянуться ищу. Что с работы делать? Увольняться. С чем работать в чужом банке, когда теперь у нас есть свой банк? Только маме придется соврать, а то она меня проклянет. Скажем ей, что решили сделать и коп, поэтому задерживаемся. Она внуков хочет, копаться в этом не будет. Только не говори ей, что увольняешься. Потом что-нибудь еще придумаю. А же где будем? У Марины. Ну, то есть у нас. Она же сама нас позвала. Это же наш дом. Настя! Я просто не понимаю, ну зачем ты соврал Шумову, что был дома? Он почему не сказал про корпоратив? Да со страха, наверное. Еще ты меня с Иванченко накрутила. Да ты тем самым нас с мамой подставил. Мы теперь обе будем врать полиции. А за это, между прочим, срок дают. Что бы ни случилось, я в любом случае рада, что вы вернулись. Петенька. Петюня. Ничего себе! Вот это новости! Ир, слушай, а ты можешь через Лью пробить местонахождение человека по, ну, геолокации его телефона? Человек зовут Костя? Угу. Настя. Это из-за того, что я тебе тогда про Иванченко рассказала? Ну, слушай, если он придумал эту историю с корпоративом, это еще не значит, что он тебе изменил. А, я не про это. Ну, про что? Я не про это, но хотелось бы знать наверняка. Ладно. Только это не быстро, поняла? Да. А как узнаю, я тебе позвоню. Спасибо большое. Все, давай. Пока. А вот тут интересная цитата. Андреев говорит, если не можешь жить в реальном мире, нечего тебе здесь делать. А Фомин отвечает, уйди сам, без тебя нам будет лучше. Спасибо. Читать я умею. Это хорошо. А то после ваших слов о том, что новые показания сути дела не меняют, я уже засомневался. Какие-то люди слышали о врывке разговора, смысл которого не поняли. Что это меняет? То, что у них был конфликт. Эти слова несут в себе угрозу. Они вместе вели бизнес. Виделись каждый день. Мы когда с женой ссоримся, она тоже угрожает меня при души. Долгие отношения без конфликтов не бывают. Меня интересуют те конфликты, которые приводят к убийству. Ну, теперь я знаю, кого мне искать, когда вас найдут с веревкой на шее. Да ссора-то была незначительной. Андреев на следующий день прислал Фомину СМС. Предложение приехать в гости, выкурить трубку мира. Он сразу же поехал. Фомин далеко не дурак. Вот, ну, посудите сами, если бы он хотел убить Вадима, зачем было открыто приезжать к нему домой, попадать под все камеры? Может, он не собирался его убивать? Ехал мириться. У них возник новый конфликт. Один ударил другого часами неудачно. Поймите, непреднамеренных убийств у меня было гораздо больше, чем преднамеренных. А таких спланированных, чтоб без улик и без свидетелей всего два. И оба заказные. Жаль, я не знаю причину конфликта. Готов поспорить, вы тоже не знаете. А ну разойдись, живо! И они все разбежались кто куда. А я запустила руку. Вот пытаюсь чтение усыпить, но он тут у меня пошел, не в одном глазу. Да. Что-то слишком веселый. Он же не знает, что папка умер. Да. Так рано отца лишился. Никаких воспоминаний не останется. Нас отец бросила, когда мне пять лет было. Мать спилась, ее за кражу посадили. А меня тетке отдали. И росла я там, как сорняк. Вещи за сестрой до нашего. Она толстая, была высокая, все надо мной смеялись. Вот я уехала из Молдавии. Да? Потому что лучше никаких воспоминаний, чем такие. Потом Вадима встретила. Думала, вот он, счастливый билетик. Гражданство получу, работу хорошую найду. Не такую, как дома за копейки. А он взял и умер. И все. Ничего у меня не осталось. Вот только сынок. И того кормить надо. Настя, ты прости меня, я никогда никому это не рассказывала. Ты что? Ты что? У каждого своя болевая точка. А у тебя что? Забеременеть не могу. Да ты чего? Да у тебя все получится. Да. Да ты будешь лучше мамой. Лучше, чем я. Да. Знаешь, Вадим должен был тебе все оставить. Хоть ты не была его официальной женой, но Петя ведь его официальный сын. И у тебя есть права спорить решение. Нотариус так сказал. И ты должен знать, что если ты решишь, мы поймем. Я ничего не буду спорить. Может, Вадим меня не любил, но я его любила. Поэтому пусть будет так, как он хотел. Настя, а что у вас там происходит, а? Нас мне из полиции звонили, спрашивали, где Костя был вечером тринадцатого мая. Я со страху ляпнула, что он был дома. Не знаю зачем. Прости, что я забыла предупредить. Нет-нет-нет, это формальность, не переживай. Нет, деньги только через полгода получим. Ну, Ирка мне одолжит найку, да. Ты не волнуйся, ладно? Я тебя люблю. Все, давай, пока. Ну, ты знаешь, ты когда вырастешь, никогда не обманывай, ладно? Особенно маму. Ну все-все. Вы мне еще про работу свою не рассказывали. Я работаю в банке, но собираюсь уволиться. Костя, ты получил банк в наследство, а твоя жена разбирается в банковском деле. Да, я и сам разбираюсь, тоже в банке работал. Так значит, ты сам сможешь управлять? Можно найти специалиста, когда Костя сможет принимать такие решения, да? Так а зачем ждать полгода, если управляющий нужен сегодня? Да, но Костя еще не вступил в права наследства, да? Ну и что? Сотрудники банка знают, что Костя их будущий босс, и скорее всего, единственный, потому что Вадима нет, Илья под следствием. Они будут делать все, что он скажет. Да, но у Кости нет опыта в данной работе, да? Работать будут, подчиненные. Мое дело руководить. Насколько я успел понять, работая в разных местах и насмотревшись на разных начальников, специальные знания не нужны. Принцип один. Главное, правильно себе поставить. Да, я с Костей совершенно согласна. Чтобы управлять людьми, нужно быть жестким и требовать уважения. Вот Вадим был такой. Да, и его убили. Ой, Мариночка, прости. Я... Ничего, ничего, все нормально. Настюна, ты что, спишь уже, что ли? Че так рано? Ну ладно, давай я тогда завтра тебе позвоню. Не-не, нормально. Ну ладно, тогда слушай. В общем, пришла история Костиной геолокации. Ты говорила тогда, что он телефон потерял, да? Да. А где не сказал? А, непонятно. Он был пьяный. В такси вроде. В общем, его телефон как-то оказался в Москве. Точнее, в области, в Одинцовском районе, с 21.00. Вот. И всю ночь там пролежал. А потом, все, видимо, там или батарейка села, или лусинку, может, вытащили, непонятно. Да. Вот так. Че ты притихло-то? Плохо, или… Ай, нет-нет, все в порядке. Спасибо тебе огромное. Я тебе просто потом еще наберу. Я сейчас больше не могу говорить. Ладно? Ой, испугалась. Да я сам испугался. У меня тоже по ночам мучай и жаждуй. Спокойной ночи. Приятных снов. Спокойной ночи. Костя, нам надо поговорить. Зачем ты мне соврал? Про увольнение или про волку? Про все! Ну, стыдно было. Тем более, знаешь, как-то ненавидишь Волкова. Начала бы нервничать и нервы себе просто так трепать. Ты же знаешь, как я беспокоюсь о тебе? А ты представляешь, что я пережила, когда узнала, что твой телефон был в Москве? Ну, забыл я его у Михи в машине. Что мне теперь за это? Расстрелять, что ли? Ты в числе подозреваемых в убийстве, Костя. Собрал полицию, что был дома. А твой телефон был в Москве или еще в том же районе, что и вечер убийства. Ну, неудачное совпадение. Выпили лишнего. Потом они меня завезли, а сами домой поехали. В Москву. Они? Он был не один? Ну, с водителем. С Жорой. Стоп. Ты случайно не думаешь, что это я убил Вадима? Да ну, нет, конечно. Главное, чтобы Шумов так не подумал. Мама подтвердила, что ты был дома. Надеюсь, до проверки телефона не дойдет. Ну, если что, Волков подтвердит, что ты был с ним в Рязани. Ну, прости, что так вышло. Правда. Не хотел тебя расстраивать. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Знаю. Кость, ну неужели ты думаешь, что я тебя не поняла? Ну, это, честно, мужская фишка. Гордость, самолюбие. В глазах любимой женщины хочется быть крутым. А тут увольнение. Не испугался, вдруг ты меня разлюбишь? Ну, разве можно за этого разлюбить? Ну, а из-за чего тогда? Не знаю. Из-за измены, наверное. Тогда я могу спать спокойно. Кость, ты мне обещаешь, что больше никогда меня не обманешь. Обещаю. Больше никогда тебя не обману. Угу. Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Прости, что помешал. Да ничего. Я уже давно занимаюсь. Это видно. Такая растяжка. Ох. Настя тоже ходила на одно занятие, но что-то ей не пошло. Да? Ну, йога, она такая. Она не всем дается. Тут нужно чувствовать свое тело. А я раньше тоже бегал. Потом бросил. Да? Ну, скучно одному было бы. А я тоже бегаю. Хочешь, вместе будем? Можем завтра начать. Я хочу. Доброе утро. Надо же, ты уже успела спортом позаниматься? Да. Доброе утро. Надо же, а я думала, в Москве спят до обеда. Да ты что? Здесь как в Спарте. Слабых замкат выкидывают. О, а я тоже уже успела делами позаниматься. Позвонила на работу и уволилась. Ну, я теперь нас всех поздравляю. Теперь мы тут все безработные. Кроме тебя, Кость. Ты у нас миллионер. Готов взять всех на содержание. Косте нужен новый костюм, статусный. Так вот у него есть. Ой, эту костюму только от долбов бегать, а не банком управлять. Да, Марин? А что такое? Спасибо, не надо. А ты действительно намерен это сделать. Я думала, это так. Планы на будущее. Будущее? Начинается сегодня. У нас нет денег. Слушайте, если вопрос в деньгах, то это вообще не проблема. У Вадима всегда дома было полно налички. Там ни на один костюм хватит. Так как-то неудобно. В смысле неудобно? Все деньги Вадима по закону принадлежат Косте. Вообще-то да. Давайте я с вами поеду. Магазины покажу. Ну, помогу с выбором. И тебе тоже что-то нужно купить. Ну, неизвестно, когда ты еще домой поедешь. Я Пятеньку с собой возьму. Пятеньку? Да. Я поведу. Хозяин-барин? Ну, ладно. Поедем только там, где недорого. А что это? Ну, хорошо, поедем там, где недорого. Хорошие люди по утрам не приходят. Сотрудники Анда банка утверждают, что накануне убийства между Фоминым и Андреевым был скандал. Это то, что они слышали. Тоже, может, ознакомиться. Вы знали про конфликт? К чему могут относиться эти слова? Нет, мы вообще ничего не знали. Нет. Ничего. Это из-за меня. Илья, он ко мне приставал, домогался, всякие сообщения писал. А я ему сказала, что если он не отстанет, я все Вадиму расскажу. А он вообще какой-то бред начал писать. Сказал, что я его люблю, что я Вадима должна бросить. Я все Вадиму рассказала и... И показала ему сообщения. У вас сохранились эти сообщения? Да, вот одно осталось. Надеюсь, ты сама его бросишь, и мне не придется вмешиваться. Это от него. Да. И как Вадим реагировал? Кричать начал. Сказал, почему я ему сразу не рассказала. Действительно, почему? Почему вы сразу не заявили в полицию, когда начались угрозы? Ну, так а зачем? Это же Илья, он наш друг. Ну, да, он иногда путает фантазии с реальностью, но это же из-за болезни, он же не виноват. А из-за какой болезни? А, если вы не знаете, я ничего не буду говорить. Это лично. Перестаньте, это убийство. Я не из любопытства спрашиваю. У Ильи невроз навязчивых состояний. Такое психическое расстройство. Спасибо за помощь следственному. Пока не уезжайте никуда из города. Так, чужого. С вами потом. Ну, извините, мне нужно срочно уйти. Какой он все-таки неприятный. Вообще не то слово просто. Настя, дай Петю, пожалуйста, попить. А то его укачивает иногда. Там сзади его не проливай. Машина вообще мечта. Сто двадцать едешь. Ощущение, что семьдесят. Кость, ну ты чего? Ребенок же в машине. Ну, он же в кресле. Ну, все равно. Укачает. А, Насте, надо работать водителем автобуса. Любимая скорость пятьдесят километров в час. Вот. А этот хорошо, да? Да. Вообще все не то. Что же у вас все такое нудное-то? У нас же мужчина молодой, фигура хорошая. Вы просто сказали для работы. Вообще-то, это не сотрудник банка, а его хозяин. Так что, может себе позволить что-то более пижонское. Я вас поняла. Давайте посмотрим новую коллекцию. Может, ваша няня что-то принести? А вам кофе или воду? Вообще-то, это моя подруга. Да. Ой, извините, пожалуйста. Может, бокал шампанского? Ой, нет-нет-нет. Да, два. Вот я тебе сколько раз говорил, поменять этот убогий наряд. Тебя уже за нянью принимают. Ты чего? Так, а давай примерим вот эти два. О. Как-то не очень было, да? Да я ее на дух не переношу. Какой там приставатель? На сообщение вы ей написали. Да, но в другом контексте. Я хотел, чтобы она рассталась с Вадимом не потому, что она мне нравится, но как раз наоборот. А почему вы, собственно, влезали в их отношения? Это же, мягко говоря, не ваше дело. Очень даже мое. У нас бизнес общий. А как она появилась, так Вадиму как будто лоботомию сделали. Такие фортели начал выкидывать. В том числе и по бизнесу. Когда стало известно, что это убийство, мы первым делом проверили все ближайшее окружение Андреева, включая домашний персонал. Вы знаете, Марина Чеботарь не проходила ни по одному делу. Ни подозреваемый, ни свидетеля. Мы просмотрели все, включая архивы. Так что, либо вы поверили сплетням, либо намеренно стараетесь очернить свидетеля. Я сказал, что слышал. Люди слышат то, что хотят слышать. Психология. Кстати, я с утра успел заскочить к вашему лечащему врачу, Комовой. Приятная женщина. Общительная. Столько интересного рассказала. Например, про компульсивно-обсессивное расстройство. Еще оно называется неврозом навязчивых состояний. Да. Ну, что я вам рассказываю, вы и сами знаете. Это не имеет отношения… Заболевание. Выражается в том, что у больного появляются навязчивые чувства влечения страхи, от которых он не может избавиться. И чтобы успокоиться, он вынужден совершать ритуальные действия. Например, раскладывать и пересчитывать леденцы. Мой подзащитный живет с этим много лет. Принимает лекарства, регулярно наблюдается у врача. Диагноз никак ему не мешает. Значит, стал мешать. Слова, услышанные сотрудниками, можно толковать так, что Вадим хотел с вами расстаться, а вы не захотели выходить из дела и убили его. Или убили из ревности. Не знаю. Но то, что убили, Фомин, я не сомневаюсь. Но это еще надо доказать. Москвин, вы явно не встречались с доктором Комовой. Знаете, оказывается, навязчивые идеи бывают разными. Кто боится возразиться смертельной болезнью, кто, что его похитят инопланетяне. Но вот конкретно ваш подзащитный очень боялся потерять над собой контроль и причинить вред кому-нибудь из близких. То есть, у него был страх, что он может кого-то убить. Как вы думаете, понравится это прокурору? Я думаю, очень. Мариночка. Марин, ты чего? Марина, что случилось? Я так по нему скучаю. Я фотографии смотрю, он уже к свадьбе готовил. И смотри, плачет, какой красивый я с тебя выбрала. Очень красивый. Зачем же ты себя так мучаешь, Марина? Ну, ты что? С свадьбой готовилась. А вот только ты по хранам попала. У меня жизнь кучилась. Ты что? Ты что? Нельзя так говорить. У тебя Петя есть. Если бы у меня был ребенок, я бы, знаешь. Ты что? Ты что? Ты же, ты должна учиться жить. Ты счастливая. Ты же молодая, красивая, здоровая. Я тисячая мать, одиночка. Ты что? Ты что? У тебя есть мы с Костей. Мы же тебе поможем всем, чем сможем. И материально, и так просто. Все будет хорошо. Представляешь, Кость, я когда звонила увольняться, то директор подумала, что я в декрет вхожу. Я так растерялась, что не стала его переубеждать. Как думаешь, может, это знак, что мне удастся забеременеть? Может. Ты меня слышишь? Слышу. И все могу повторить. Ты знаешь, мне кажется, что Марина переживает больше, чем нам кажется. Я тут подумала, если продать дом и участок, то в принципе можно купить два маленьких. Ей с Петей и нам. Ну, мы же должны ей как-то помочь. Настя, ну, во-первых, я думал, этот дом стоит не так уж и дорого. Во-вторых, да ничего мы ему не должны. Кость, ты что, забыл, как это — жить без денег? Откуда такая жадность? Я готов делиться, но в разумных пределах. Тем более, что в ситуации Марины лучше хоть какие-то деньги, чем вообще никаких. Более, помощь может быть и нематериальная. Да? А какая, например? Настя, съездить в больницу — узнай, сколько стоит ЭКО. А то мы все в теории, в теории. А сколько реально стоит, мы не знаем. Давай спи на свои проблемы решим, а потом чужие. Верка предложила две клиники. Я не знаю, какая лучше. Ну, в обе съезде и реши. Хорошо. Что вам вообще прописал этот доктор Жаль? Монавтазин. Ну, а после него, может быть, потеря сознания, амнезия? Жаль. Вы могли бы развить эту версию. И все-таки я не понимаю, почему вам вдруг стало плохо после приезда к Андрееву? Вы пили? Пиво. Совершение преступления в состоянии опьянения — это отягчающее обстоятельство. Мы с Вадимом выпилить-то по бокалу. Даже меня медэкспертиза отпустила, потому что показала допустимую норму с промилле. Подожди, подожди. Какая экспертиза? Когда я поехал от Вадима, меня остановил ДПСник. Обычно там никто не стоит, а в эту ночь стоял передвижной пост и медэкспертиза. Они всех останавливали были и проверяли. Но меня тоже проверили на алкоголь, наркотики и прочее. И что? Да ничего. Отпустили. Если на суде внезапно всплывут анализы на алкоголь в крови, это нам не поможет. Ваше дело и так труба. Да. Почему мне раньше-то не сказали? Да только что начала возвращаться память, ну, то кусками. А больше вы ничего не вспомнили? Кое-что еще вспомнил. Как очнулся в доме Вадима. В руках часы. И рядом тело Вадима. Субтитры от Майкена. Извините. Задержался. Ой, смотри. А где у нас машинка? Смотри, какая машинка. Смотри, она с кнопочкой. Можно, смотри, вот так делать. Что там такое? Это из миграционной службы. Они начали расследование, и если я не предъявлю им доказательств, что у меня есть средства на то, чтобы содержать Петю, и что у меня есть жилье, они аннулируют мой вид на жительство и депортируют меня из страны. Мы же собирались заявление подавать, а я должна была подать уже, как жена гражданина России. Вадим сказал, что так лучше будет. Ну, если бы он сейчас жив был, у меня даже вопросов бы с этими бумажками никаких не возникло. А теперь я… Чего же мы с Петьей будем в Молдаме-то делать? Ой, подожди, подожди, Марин, не волнуйся. А чего я все вдруг проснулась? Ни про убийство Владима, ни про наследство, они знать не могли. Это же миграционная служба, не паспортный стол. Значит, кто-то сообщил. Это, наверное, Фомину выгодно от меня избавиться. Или, может, этот, от полиции. Может, они подали на меня запрос в миграционную службу, как на свидетеля, а там решили перестраховаться, и им же все равно, что у меня маленький ребенок. Но решение же еще не принято. Да, считай, принято. Чего? У меня же ни жилья, ни денег. Меня же… Меня же без вида на жительство, никто даже на работу не возьмет. Должно же быть какое-то решение. Какое решение? Ну, выйти замуж фиктивно за гражданина, а где я возьму этого гражданина? Сейчас в интернете вообще все, что ты хочешь. Откуда я узнаю, что он не мошенник? Это же не законно. Вдруг меня шантажировать начнет? Нет-нет-нет, это не вариант. Я даже не знаю. У меня и мужчин-то никого знакомых нет, кто на такой согласится. У меня же никого нет, кроме тебя и Кости. А Костя уже жена. Если можно фиктивно жениться, можно фиктивно и развестись? Да. Ну, вообще, да. А что, если мы разведемся? Вы поженитесь, ты получишь гражданство, вы разведетесь и мы снова… Поженимся. Костя на это согласится? Иди-ка сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ты чего делаешь, а? Вот зачем нам эта афера с фиктивным браком? Потому что мы должны помочь. Ну, не так же. Ну, почему нет? Нам по какой-то случайности досталось то, что должно принадлежать Марине и Пете. И теперь их депортируют. Получается-то мы лишили их основания здесь оставаться. Ну, почему ты все время на себя все вешаешь? Костя, ну, если бы у тебя был доступ сейчас к наследствам, через полгода, мы бы решили это материально. А так их депортируют до того, как ты все получишь. Костя, ну, ты же сам говорил, что можно помочь и нематериально. Ну, неужели ты не хочешь помочь бедной Марине? Хорошо. Пусть будет фиктивный брак. Костя, ну, какой ты у меня хороший. Жалко, что я не могу с тобой поехать. Мне тоже подписку в папире в горло. Ну, а что делать? Помнишь поговорку? Не буди спящую собаку. Это прошу. Пока дело не закрыто, сидим тихо. Угу. Тихо. Фиктивный брак замутили. Ты сможешь взятку дать в ЗАГСе? А то ведь официально будут разводить месяца два. Ну, как-нибудь справлюсь. Вернусь вечером. Я все равно соскучусь. Ладно, давай целоваться. Давай. Пока. Пока. Ну что, готов размять булочки? В смысле? В смысле? Мы бегать будем или нет? А я уже забыл. Ну, уговор дороже денег. Все, уже бегу. Ага. Беги, беги, пенсия! Не отставай, старичок! Ой! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ударилась? Ой, выехала! Ой, больно! Так. Ай-яй-яй! Ой, мамочки, больно! Ой, больно! Ой, ничего-ничего. Хозяйка, открывай! Я добычу принес! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, чего? Ампутация отмеряется? У меня просто на этой ноге сухожилия слабые. Я один раз подвернула, а теперь постоянно в одном и том же месте вылетает. Ну, кто ж так перевязывает, а? Можешь лучше. Велкам. Так, давай. Перевязки? Мой конек, вообще-то. Тихо-тихо-тихо, осторожней. Оп! У меня мама просто в травмпункте работала. И я ей помогал. Даже умею гипсы заливать. Ничего себе! А сейчас она чем занимается? Мама умерла, когда в беседом классе учился. О, прости, она болела, да? Да. Нас отец бросил. Ушел к своей студентке. Сколько себя помню, его никогда дома не было. А когда был, сидел, там себе в кабинете докторскую писал. Так что, когда он ушел, я даже ничего и не заметила. Вот мама… Мама заметила. Я помню, со школы прихожу, и холод такой в комнате. В октябре месяц, а мама на подоконнике сидит. Ей врачи сказали, что я все равно не успел. Она умерла. Так везде не просидела. От нас тоже отец ушел. А мать, я даже не знаю, живая или не живая. Надо знать, даже не хотела. Вот мы с тобой побегали, да? Побегали. Да. Ничего за то, мышцы подкачал. Есть не смогу, руки трясутся. Ты мне перевязку-то доделал? Да. Что? Что? Простите. Что, Кость? Нет, заявление в итоге приняли. Правда, сначала требовали какую-то справку о том, что второй заявитель отсутствует по уважительной причине. Что? А, нет-нет. Нет, денег не взяли. Там же Соколова работает. Ну, ужасная моя одноклассница, помнишь? Да. Нет. Нет. Мама не догадывается. Что? Да ну нет, ну что ты, конечно, я не скажу Ирке. Я понимаю все. Прокурор есть прокурор, да. Хорошо. Спасибо. Целую. Настя звонила. Все в порядке. Ох, я так волновалась. Спасибо тебе большое. Настю тоже. Никто из моих друзей на такое бы не решился. Они все эгоисты. Да я тоже эгоист. Ты знаешь, кто-то великий сказал, что любовь к себе – это единственная любовь, которая длится всю жизнь. Согласен. Да, гад, да я понял. Ну, что ты начинаешь, а? Да иду я, иду. Сейчас буду. Что это? Погодите куда-нибудь. Погоди, сейчас говорю. Уважаемая Анастасия Владимировна. Реальность. 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 Абонент. Временно недоступен. Реальность. Пойдем и ехать. Ну вот. Полное собрание сочинений по твоей гинекологии. Но учти все равно заставят пересдать. Хорошо. Ты, кстати, какую клинику выбрала? Ты где лента делала или то, что я тебя дожила? А еще никакой. Я еще нигде не была, а только готовлюсь пока. Ты себя как чувствуешь? Не заболела? Горло першитое, снабит, но температуры вроде нет. Ты этой витамин типа пей. Слушай, знаешь, что, хотела спросить Илюши, а я интересовалась по поводу расследования. Может, ему стоит все-таки рассказать про подписку о невыезде к Костину? А, нет, нет. Ну, вдруг он сможет как-то повлиять, там, не знаю, спорить процессы. Ничего серьезного. Точно, да? Ничего не скрываешь? Ну, зачем я-то? Ладно, пойду. Мама ждет. Ладно, ладно. Целовать не буду. Мама пустая, же витамики подойдет. Угу. 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 Ну, чаще я. Ты играешь в покер? Ну, так, поигрываю. Вообще, у меня есть друзья, которые играют по-серьезному. Знаю пару месяцев. Если будешь хорошо себя вести, покажу. Когда? А пусть это будет сюрпризом. Да ты вообще просто женщина, сюрприз. Я никогда не думал, что девушки любят играть в покер. У меня Настя, например, вообще даже в компьютерный покер не разрешает мне играть. Настя – хорошая девочка, а я – плохая. Сколько? Тридцать восемь. Не вздумай, никуда ехать. На сердце осложнение получишь. Запей. Ага. У нас температура есть? Ага. А лекарства пьешь? Хорошо. Да не нужно сюда приезжать. Да, и я тебя люблю, и я. Все, давай, целую. Пока-пока. Это Настя? Ага. Скоро приедет? Она сегодня не приедет, заболела. Что-то серьезное? Не, простыла. Не, простыла. Ага. 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 Подожди, подожди, подожди. Ага. 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 Ваши рубашки поглажены, пиджак я опарила. А Марина встала? Они ушли на детский праздник, к знакомым. Настя, привет. Как тебя чувствуешь? Ага. Не слышал. Рано лег. Встал. Тоже поздно. А ты когда назад возвращаешься? Завтра. Сегодня. Отлежусь еще. Мама тебе привет передавала. А? А, нет. Правда. Я скучаю по тебе. М? Что? А, нет. Говорю, люблю тебя очень. Ладно. Ладно, давай. Ага. Пока. Это что? Он там с этой Мариной остался? С Мариной, Петей и Аней. Там еще какая-то Аня есть? Это домработница, мама. Уметь же некоторые устраиваться. Ну, знаешь, он ее вдовой оставил. Что-то хорошего. Еще с маленьким ребенком на руках. Вот. Вот это-то и странно. Ладно о сожительнице? А вот родному своему ребенку ничего не оставить? Наследство. Вот этому должна быть причина. Может, он был просто плохим человеком? Мы же не знали его близко. Это, конечно, может быть. Но нет дыма без объема. Мама! Ты бы носки надела! Ходишь, босая! Больная! Костя! Настя обо всем догадается. Как увидеть нас вместе, сразу все поймет. Костя, понимаешь, я думала, что после Вадима я уже не смогу вот так. Я думала, что у меня будет только Петя и все. Я как будто сама умерла. А потом появился ты. И все перевернулось. Нас же с тобой тянет друг к другу с первого дня. Ты же это знаешь. И я это знаю. А Настя, она такой человек. Я… Мне не хочется терять ее хорошие отношения. Но просто я умею разделять такие вещи. Вопрос в том, сможешь ли ты. Давай с тобой договоримся. Если ты поймешь, что ты не справляешься, ты мне сразу об этом скажешь. И мы все прекратим. Хорошо? Хорошо. Все зависит только от тебя. Да? Да. Окей. Я так понимаю, в банк ты сегодня уже не поедешь. Завтра. Сегодня что-то не готов. Ну? Деньги получим, купим тебе домашний кинотеатр. В этой комнате только кинотеатр для тараканов поместится. Ну, в Москве другая будет. Я в Москву не собираюсь. У меня здесь активная социальная жизнь. Что я там буду делать? Ну, как что? А внук появится. Кто нянеченький? Господи, да когда это уже будет? Может, я вообще умру к тому времени? Мама, ты никогда не говори так. А что, ты будешь скучать по-моему? Мама. Я думала, тебе только один Костя нужен. Уехала. Забыла про меня. Ну, ну, ну. Все. Все прекрати давай. Да ты выстроила, уже надо ехать. Тем более мужа одному надолго оставлять нельзя. Ну, он мне уже большой мальчик. Да и не один он там. Вот. Вот об этом и речь. Костя, это ерунда. Не переживай. Все будет хорошо. Ты из-за поездки в банк расстроился? Настя скоро приедет. Может, тебе еще выпить? Нет, 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 нет. Нет. Я с ней тоже все будет хорошо. Все будет хорошо. ХОРОТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашел интервью Вадима про Анда-банк. Вот, читаю. Я, может, не вовремя? Могу уйти? Могу остаться. Петя спит. Домработница уехала. Ну, так мне уйти или остаться? Остаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо Косте позвонить, наверное. Он же завтра первый раз в банк идет. Сегодня, мам. А я из-за болезни даже проводить его не смогла. Он же как ребенок. Ему поддержка нужна. Да. Ну, все. Все. Не забудь позвонить, когда видишь. Береги себя, ладно? Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Костя, подожди. Главное, не волнуйся. Люди, они как животные. Они, если страх почувствуют, они тебя сразу сожрут. Поэтому сразу покажи, что ты начальник, что ты хозяин. И держись уверенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выглядишь шикарно. Спасибо. Удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Константин Евгеньевич, очень приятно. Шапошника Екатерина Степановна. Здрасте. Илью Игоревича так внезапно задержали, что мне пришлось на себя взять временные обязанности управляющего банком. Угу. Совещание руководящего состава начнется через пятнадцать минут, так что у вас будет возможность оставить общее представление о текущей ситуации. Обещаю только слушаться и не мешать. Понимаю. Просто хотите держать руку на пульс. Именно так. Пройдемте в ваш кабинет. Осторожно. И объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю составил 4,4 процента. Константин Евгеньевич, вы что-то хотели сказать? Я? Хотел, конечно. Хотел сказать про процент новых клиентов. Он вообще падает, растет. Что там у нас? И что конкретно вы делаете для привлечения новых клиентов? Мы разрабатываем предложения по домбанковским продуктам. Сокращаем процентные ставки по целевым и потребительским кредитам на кредитные карты. А реклама? Наш банк, как и вся банковская система, сейчас терпит большие потери. Мы сократили некоторые статьи расходов. В первую очередь, на рекламу. Как это вообще, как? Вы понимаете, что для банка самое главное – это клиенты. Кли-е-н-ты. А откуда у нашего банка возьмутся новые клиенты, когда о его существовании никто не знает? Я сам лично узнал о существовании Анда-банка несколько дней назад. Ай, вы поймите. Банк – это прежде всего бренд. Банку должны доверять. А у нас что? Вы в интернете поройтесь. Что-то можно найти. Новости об уголовном деле. Екатерина Степановна, срочно выделяйте рекламный бюджет. Мы организовываем брифинг лучших рекламных агентств. Разыгрываем тендер. Я лично буду курировать этот проект по всем вопросам. Мне пора. А у меня еще одна на встрече. Вот. Вот. За работу! Похоже, здравый смысл нас покинул вместе с Фоминем. Спасибо, Вадим. Извини. Ты с ума сошел? Ты че творишь? С ума сошел? Без тебя. А, Костя наверху? Да. Хорошо. Костя! Настя! Ну, нельзя ж так внезапно. Я чуть штаны не наложу. А где они, кстати? А я в душе был, машину в окне увидел, сразу все напялил, холодник накинул. Эх, к тебе. Так по тебе соскучился. Ой, хоть ты у меня такой, такой романтичный. Что есть, то есть. Вещи привезла? Сумка внизу. Сейчас принесу. Пулей. Пулей. Петя. Петя, здравствуй, мой хоро... Здравствуй, мой золотой. Мои хорошие, здравствуй. Привет. Ой, как же я соскучилась. Как же мне тебя не хватало. А чего ж ты на пороге проходи? Да у меня, наверное, вирус. Я печенью хочу заразить. Ой, Настя, ну, готовая мама. У тебя волосы мокрые. А укладку делала. Не получилось. Хоть помыть пришлось-то. Ладно. Пока, Петя. Петенька. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А расскажи, как ты в банк съездил? Ой, на планерке был. Надо заниматься рекламной кампанией. Они там в рекламе вообще ничего не рубят. Ну, я млекбез провел. Так это была твоя инициатива? Ты же еще не успел в дела обникнуть. Это тактика. Нужно показать свои сильные стороны в рекламе-то я. Ас. Угу. А люди, они, как животные, понимают ток сил. Угу. Завтра мне безлимитную карту сделают. Сами предложили. Ты же все потратишь. Как потом расплачиваться-то? Наследство. В счет будущих денег. Ты, кстати, привыкай. Так. Теперь твой муж. Важная шишка. Угу. Важная шишка, говоришь. Ой, Настя, не надо. Я тебя прошу. Настя, я так устал. Ну, ты понимаешь, я так банки стрясанул. Ну, первый рабочий день. Ну, ты все понимаешь. Да, я понимаю. Ты теперь очень занятой человек. Что мне делать? А я займусь ЭКО. А то с этими поездками я не успела ни до одной клиники доехать. И потом, если у нас будет золотая карта, то можно мне ждать полгода и поеду я прямо сейчас. Правда, хорошая идея. Да подожди. Ну, зачем сейчас? Зачем спешить? Ну, ты устала. Отдохни. Поспи. Ты чего тянуть ей? Я не устала. Да. Раньше у вас таких гипокликемий не было. Может, инсулин пора менять? Че-то сахар-то скачет. Давление, он повышенное. Ну, правильно. Я ж переживаю за нее. Прямо предчувствие какое-то нехорошее. У меня в груди болит. Как будто камень холодный внутри застрял. У нас с Настей говорили про это? Да нос уже давно. Задушевные беседы не ведутся. Она все время барону держит. Боится, что я Костю раскритикую. Конечно. Костя же у нас неприкасаемый. Ирочка. Ир, а можешь к ним съездить на разведку, а? Тебе она больше скажет. Вы же с ней как сестры. Надежда Ивановна, вы же знаете, что Настя та еще молчу не. Особенно, если дело Кости касается. Ладно, я съезжу. Только попозже. У нас на работе я врал. Там всех посокращали. Теперь у нас, как у мушкетеров, один за всех. Столько мне дежурства понаставили. Иринушка, да с таким мужем, как у тебя, вообще не надо работать. Да, можно не работать. Но мне нравится. Я вообще считаю, что у женщины должна быть своя жизнь. Понимаете? Ну, нельзя же полностью зависеть от мужчины. Донеси эту мысль до моей дочери, пожалуйста. Она уже в своем мужчине совсем растворилась. Расскажем. Тьфу-тьфу-тьфу! О, Кость! Ты представляешь, все оказалось намного быстрее и дешевле, чем я ожидала! Держи! А это что? Это список анализов, которые тебе нужно сдать. На следующий прием мы с тобой пойдем вдвоем. Только перед этим нельзя пить, потому что результаты будут плохие. Ты же сможешь ради меня отказаться от алкоголя? Ради тебя я могу отказаться от чего угодно, но позже. Так можешь начинать прямо сейчас. А я одно не могу понять. Как ты успела в две клиники? Пробки же. А так я во второй не поехала. Ты знаешь, я, когда врача увидела в этой клинике, сразу поняла, буду делать ЭКО у него. Остальное уже не важно. Нет. Я так не согласен. Это все-таки меня тоже касается? Ну и куда ты так торопишься? Это серьезное дело, нужно подумать все, обсудить, взвесить. И вообще, я сам должен увидеть этого врача. Костенька, мы с тобой поедем на следующий прием вместе, и ты на него посмотришь. Ты же сам меня в клинику отправлял. Я тебя отправлял узнать. А ты мне уже, вон, на анализы. Ну, а чего время тянуть? Мы же уже решили все. Ирка, ты знаешь, мне кажется, что Костя просто перестал верить в то, что получится. Мы так много лет пытались, что он перестал надеяться. Но знаешь, ой, когда я забеременею, то все изменится. Правда. Настя такая счастливая после клиники. Прям светится все. Да, она, конечно, смела. Я бы на такое не решилась. Такой риск. А в чем риск? Ну, вообще, существует исследование, что дети, рожденные из пробирки, отстают в развитии от детей, которые зачаты естественным методом. Вот. И потом там всякие болезни, отклонения. И чаще всего они еще недоношенные рождаются. Особенно, если двойняшки или тройняшки. А чего, тройняшки могут быть? Ну, да. Матери же подсаживаются несколько эмбрионов, чтобы хотя бы один выжил. А иногда бывает, что все три приживаются. И тогда уже ей приходится выбирать, кого оставлять. И вообще, это очень вредно для здоровья женщины, потому что там же колют гормоны, а это повышает вероятность онкологии. Я бы на твоем месте Насте сказала о том, как это опасно. Просто она, наверное, не понимает. Говорит, от бесплодия еще никто не умирал. От рака сплошь и рягом. Да ты что? Деньги не главное. Главная идея. Вы должны придумать прорывную компанию. Поэтому не сдерживайте себя ни в чем и креативьте на полную. Хотелось бы только уточнить, какие носители нас интересуют. Наружная реклама, пресса, ТВ, интернет, радио. Ну, придумайте универсальную идею. Подходящую для всех носителей. То есть мы разрабатываем компанию «Триста шестьдесят градусов»? Да, почему нет? Ну, тогда нужно пересчитать смету. А дело в том, что в нашем предложении, которое было отправлено Екатерине Степановне, мы посчитали только прессу и интернет. Сосредоточьтесь на идее. Смету мы согласуем. Константин Евгеньевич. Да. А я считаю, что мы должны задать верхний порог бюджета, чтобы не вводить агентство в заблуждение относительно наших возможностей. Анде-банк не сетевой банк, и он не может тягаться с лидерами сегмента. У нас нет таких задач и таких возможностей. Нам вполне хватит интернета, прессы и радио. Екатерина Степановна, вы невнимательно слушали. Мы только что с коллегами из рекламного агентства договорились о компании «Триста шестьдесят градусов». До свидания. Мы все поняли. Большое спасибо. Будем работать. Дорочи, всего доброго. Екатерина Степановна. Никогда больше не делайте мне замечания при посторонних. Я просто подумала, что при Игоре Викторовиче и Вадиме Геннадьевиче было принято открыто выражать свое мнение. Правила изменились. Привыкайте. Демократия закончилась. Сделай мне кофе. Ну, я-то уже анализы сдала. Теперь Костя на очередь. А он все никак не доедет. Ну, он сейчас занятой очень. Времени совсем нет. Ну, да. Да, конечно. Настюша, у меня подруга заболела. Посиди, пожалуйста, с Петей. Мне лекарства отвезти надо. А, ну, все, 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 все. Здравствуйте. Константин Евгеньевич! Мне сказали, что вы уже ушли. Вот я и побежал. Здесь ваша карточка и договорчик. Если возникнут какие-либо вопросы, звоните в любое время суток. А лимит какой? Лимит таких карточек определяется либо по инициативе клиента, либо на усмотрение банка. То есть, в нашем случае это же одно и то же. Так что лимитик у нас с вами здесь только один. Здравый смысл, так сказать. Ну, не буду задерживать. Смотри, сколько у нас там всего интересного. Самолетик полетел, полетел. А, ну, давай. Молодец. А, смотри. А, ну, так. Ну, так. Посмотри. Вы что-то определенное осмотрите? А, что-нибудь по сексуалии. Размер знаете? Приблизительно. А это проблема? Нет. Типичный случай. Подберем. У нас как раз новая коллекция. Ночная красавица. Французский бренд. Только натуральный шелк. Ну, и цена, конечно же, соответствующая. Но я надеюсь, в рамках здравого смысла? Более или менее. Посмотрите. К нему еще идут шелковые челки на пажах. На чем? На пажах? Да. Ну, это не обычные на резинках, а которые вот здесь застегиваются. Ретро-стиль. О, это то, что надо. Настя, Костя, вы очень хорошие. И я очень рада, что я с вами познакомилась. Несмотря на то, что при таких обстоятельствах, но вы нас с Петей не выгнали на улицу. И то, что я хочу вам подарить, это, конечно, несопоставимо с тем, что вы для меня сделали. Ну, все-таки так, чисто символически. Вы абсолютно разные, поэтому один общий подарок для вас я не смогла придумать, и поэтому для каждого разный. Так. Настя, для тебя у меня сертификат на СПА. Только для девочки. Марин. Для тебя, Костя, приглашение на тренинг «Эффективный лидер». Это очень крутая штука для директоров банков. Очень крутая штука. Марин, ты такая внимательная. День, когда на СПА не была. А что вы, значит, домашняя? А это значит, что не нужно никуда ехать. Все мастера и массажисты приедут домой. Эффективный лидер. Это же я. Подарок для тебя. Кость. Костя. Костя. Как красиво. Ну, ты же любишь спать в моих футболках? Пусть с тебя будет. Кость. Ты у меня такой заботливый. Не-не-не. Я спать не стоит рано. Снегшибательно. С размером угадал? Угу. А Настя точно спит? Да, спит. Черт! Ну, что такое? Не с той ноги встал. Что? Да, на работу не хочу идти, из этой шапошниковой. Ходит за мной все время по пятам, слушает, что я говорю, а потом вздыхает. Бесит жутко. Да уволь ты эту стерву. Ага, уволь. Она баба авторитетная, дольше всего в банке работает. Авторитет в коллективе должен быть один, начальник. Не, Марина, я не могу сейчас никого уволить, не могу. Тебе и не надо никого увольнять. Сделай так, чтобы она сама ушла. Какая-то хитрая. Черт, это как пролил, ага. Константин Евгеньевич, не помешаю? Нет, заходи. Шапошникова сегодня интересовалась расходами по вашей карте. Вроде как для отчетности, но я, если честно, засомневался. Интересно. Я ж пообещал ей попозже отчет предоставить. Может быть, забудет. Просто решил, что вы должны быть в курсе. Спасибо. Пожалуйста. Екатерина Степановна. Константин Евгеньевич, вы рано сегодня. Екатерина Степановна, а что это вы суете свой нос в чужие дела? Вам заняться больше ничем? А почему вы со мной разговариваете таким тоном? Потому что я ваш начальник, и это мой банк, а не ваш. Что это вы? Это трудно забыть. Вы напоминаете об этом на каждом углу. Да? Это только вам. Потому что только вы ставите мой авторитет здесь под сомнение. Ходите с недовольным лицом. Распространяете нездоровую атмосферу. Суете нос в мои личные дела. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы все понимаете. Просто я вам не нравлюсь. И вы хотите от меня избавиться. Другой вопрос. Почему? Может быть, это вы убили Андреева? Что? А что? Одного убили, на другого настучали в полицию, стали управляющим. И я тут вам пришел, и всю малину. Хоп! Вы вообще соображаете, что вы говорите? Вам пора отдохнуть на пенсии. Вы хотите, чтобы я ушла? А вы что, хотите после этого всего здесь остаться? Нет. Пишите заявление. Обязательно. Всего доброго. А что ты ему наплел? Какая разница? Ты хотела избавиться от Шапошникова, я решил проблему. С тебя свидание. Посмотрим. За нас красавица. Шикарно. А как ты сегодня день провел? Отлично. Уволил Шапошникову. Как уволил? Вот так вот. Подожди, ты же говорила, что она ценный сотрудник, что ее все уважают. На таких людях обычно все держится. Я считаю, что Костя правильно поступил. Она хотела показать, что она умнее его, он ее поставил на свое место. Пусть теперь все знают, кто в доме хозяин. Я просто считаю, что пряник эффективнее, Кнута. Пряник? Нужно еще заслужить. Костя, тебе плохо не станет, это уже пятый бокал просто. Третий. Считать не умеешь. Еще бухгалтер. Ты решила, когда спермограмму поешь сдавать? Просто до этого нельзя пить, минимум, неделю. А ты пьешь каждый день. Тут либо икуль, либо алкоголь. Если качество спермы будет плохое, ничего не получится. А ты знаешь, что от икуль бывает рак? Это все гипотеза, ничего не доказано. Это статистика. Мы с тобой все обсудили. Ты дал добро. И ты сам об этом все время говорил. Я не знал, а теперь я знаю. Константин Чижов против икуль. Что? Усыновлять ты не хочешь? Так я забеременеть не могу. Как мы заведем детей? Ну, что тебе вот заклинило? Ну, может, без детей. Живут же как-то люди. Childhood. No trend. Ну, посмотри, уже здесь столько удовольствий. Переключись. Ну, алкоголь? Как ты? Ну, хотя бы на секс. А как, если ты со мной не спишь? А ты думаешь, это все вообще вот… Вот, вот, все вот… Нет, вот сексуально. Я уже чувствую не мужиком, а спермодором. Мы с тобой разные стали какие-то. Вообще ничего общего нет. Когда-то интересы мы стали разными. Когда в Москву переехали, ты здесь очень изменился. Да ты не изменилась вообще. Ты хоть себя в порядок бы привела. Знаешь, как говорят, можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывезти нельзя. Я надеюсь, что это все потому, что ты напился? Ты раньше со мной так никогда не разговаривал. Это как-то жестоко. А че ты такая грустная? Вы поругались, что ли, да? Он тебя обидел? Да, у нас бывают проблемы с взаимопониманием. А это из-за ЭКО? Ну, я просто заметила, что Костя, он как-то не горит энтузиазмом в эту сторону. Он вообще не из тех мужчин, которым нужны дети. А как ты это определяешь? Ну, это просто я знаю, этот тип, у меня Вадим такой же был. Он и петь им кто-то не хотел. Я, он родился только потому, что я аборт отказалась делать. Да ты что, как можно не хотеть такого ребенка? Нет, ну, потом-то он вырос, стал на человека похож. Тогда Вадим уже начал проникаться. А вообще с такими мужчинами, знаешь как? Либо ты беременеешь, ставишь его перед фактом, в надежде, что когда-нибудь он полюбит ребенка. Либо пока молодая, разводишься и находишь себе другого, который в браке хочет того же, чего и ты. Ну, это легко сказать. Нет, а что здесь сложного? Что сложного? Если мужчина тебя любит, если он тебя действительно любит, а не на словах, так он не может не хотеть от тебя детей. Нет, конечно, можно долго оправдывать его, говорить, что все нормально, ничего такого не происходит. Но в конце концов, его отношение проявится в чем-то таком, чего уже точно нельзя будет оправдать. Вот как у меня, например. Можно? Боюсь, потом не застать. Давай только быстрее, у меня через десять минут встреча с агентством. Нам нужно готовить квартальный отчет, я пришел узнать, кто его теперь будет делать. Угу. А Рыжа кто делал? Шапошникова, она же главный бухгалтер. Ну, была, пока не уволили. Ну, я думал, она у нас управляющая была. И это на время отсутствия владельцев. Но по штатному расписанию она главбух. Екатерина Степановна совмещала две должности. Ну, а что, в бухгалтерии нет, что ли, никого, кто может ее заменить? Нет, это не их уровень, а ее зам на больничном. Понимаете, никто не хочет брать ответственность. Теперь боятся увольнения. Я подумал. Че нет решения. Все свободны. Спасибо. Тетенька, ну, прости дурака, а? Ну, ты ж мне знаешь, ну, выпил лишнего, наговорил. Я это не думал. Я не знаю, что ты думаешь. Не думаешь ли ты вообще? Настя, ну, у меня просто проблемы на работе. Нервы. Ну, это на близких всегда же все вымещаю. Это не объясняет твое отношение к ЭКО. А какое мне отношение к ЭКО? У меня просто характер такой. В папу. Я не люблю, когда на меня дали. Все. Кость, если ты меня больше не любишь, то так мне и скажи. Ну, что ты такое говоришь? Ты для меня все. Я тебя больше всех люблю. На. Почему ты не хочешь детей? Да я не говорю, что я не хочу детей. Просто мне нужно как-то свыкнуться с этой мыслью. Сейчас столько всего на меня навалилось. Ну, правда. Я тебя не узнаю. Ты так изменился. Я все тот же. Вот, потрогай. Пойдем наверх. Не хочу. А, я вижу, что хочу. Ну, пойдем. Кость, ну, хватит, ну, пожалуйста. Какой же ты у меня все-таки красивый. Ну, а ты-то у меня лучше. Угу. Какие планы на сегодня? Планы бывают у тех, кто время экономит, а у меня и выдевать некуда. Работы нет. ЭКО мы отложили. Как раз нужна твоя помощь в твоей сфере. Бухгалтерия. Да? Что нужно делать? Когда? Срочно. Отчет. Сроки вчера. М-м-м. Ой. Хм. Это напоминание. Что сегодня вечером у меня СПА, а у тебя тренинг для директоров. Ой, нечестны до этого. Ну, не-не-не. Наоборот. Идти. Это для тебя сейчас очень важно. Ты лучшая жена во всей галактике. М-м-м. Как ты вообще мне такое терпишь? Дурачок ты, Чужов. Я тебя не терплю. Я тебя люблю. А-а-а. Пока. Пока. Ну, не то все. Почните, пожалуйста, что именно не нравится? Мы показали вам шесть разных макетов. Они все сделаны по вашим комментариям. Я сейчас еще раз посмотрел и понял, что это проблему не решает. Странно, что вы этого не видите. Сформулируйте, пожалуйста, задачу. Просто я честно не понимаю, ну, о какой проблеме идет речь? Мы ваше агентство выбрали еще на этапе тендера. Потому что у вас были интересные идеи. Теперь я сомневаюсь, что вы способны эти идеи реализовать. Окей. Не нравится дизайн? Сменим бэкграунд. Пусть будет словно море. И девушка не стоит, а, например, заходит в банк. М? Я понял. Дело в девушке. Она не ассоциируется с нашим банком. Она не несет идеи премиальности. Не вызывает доверия. Она, на нее в статике смотреть невозможно. Какое видео? Девушка должна цеплять сразу. Понимаете, это макет. Мы просто взяли шаблонную фотографию девушки в интернете, вставили ее в макет, чтобы продемонстрировать, проиллюстрировать концепцию. Сначала мы утверждаем макет, потом утверждаем сценарий, концепцию, затем объявляем кастинг и обсуждаем уже конкретную актрису. Это ключевой образ. Я без нее ничего не могу утвердить. С девушкой нужно определиться. Сейчас. А если у вас с этим проблемы, я готов вам помочь. У меня как раз есть одна очень симпатичная знакомая. Марин, а срочно вышли мне, пожалуйста, несколько своих свежих фоток. Хороших. Давай. Здравствуйте. А что, на тренинг по лидерству я не попадаю, да? Теория для слабаков. Получиться нужно на практике. Там будут одни директора, каждый считает себя лидером. Все блефуют. И там будет много народа, да? И ты всех знаешь? Не многих. Я знаю хозяина. Он любил Вадима. Они все любили Вадима. Его и покер. Ребята, пора расслабиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров М.Литрова пока вы закончите. Все сделала. Петя спит. А что, никто не вернулся? Мне кажется, я там год провела. Нет никого, кроме вас. Я завтра не приду домой и уезжаю. А, ну, конечно. Иди-иди. До свидания. Да, до свидания. Петя. Ну что, продолжим в бассейне? Мой улетел в Лондон. Можем тусить до утра. Только из-за благопальника. Но мы же взрослые мальчики и девочки. Кость, ты готов зажечь? Да, но я… Так я напоминаю. Костя – женатый человек, и жена его ждет дома. Я не против. Можем мы ее позвать. Вик, я не пойму, ты что там, разогналась, что ли, в Тихаре? Да что, я не-не. Давайте поплаваем. Успокойся, мы от тебя уже такси вызвали. Какие вы скучные. И сколько ты в итоге проиграл? А то и в какой-то момент потерялась. Ой, я в тотальном минусе. Вообще, Настя узнает – убьет меня. Как она узнает? Это же твоя карточка. Ну, в крайнем случае, скажешь, что снял на подарок. Например, на день рождения. Что-то неохота покупать машину-то ради прикрытия. Считаешь, она того не стоила? Нет. Но хотелось бы, чтобы стоила чуть подешевле. О, работница. Привет. Привет. Это тебе. Ой, спасибо. А ты что, не с Костей сегодня на работу? Нет, ему в агентство нужно, а мне в банк пора уже. Ну, тогда мы вместе поедем. Я бы тебе соскучилась. Ты работаешь все время, а мы хоть болтаем с тобой. Ну? А тебе раз в день утро? А, вот так я тебя подожду, журнальчик полистаю. Ну, давайте цветочки поставим, я сейчас переоденусь и поедем. Мне нравится твое настроение. Все верно, жизнь продолжается. Сначала снимаем здесь, потом ресепшн. Ну, welcome zone. Потом переходим к банкомату. Отлично. А за столом в отделе? Нет, там мы не снимаем. Что? Дима сказал, там очень плохие фаны. А. Здрасте. Настя, слушай, Шумову звонил. Там надо в отделение заехать, какие-то бумажки то ли забрать, то ли подписать, что-то с подпиской связано. Я так толком не понял, но в то время этот хипстер агентский что-то в ухо говорил. А как? Я вообще отсюда отъехать не могу. Видела, что внизу крыс вы? Они без меня такого нафотографируют. Так ты хочешь, чтобы я съездила? Пожалуйста, любимая, можешь? Да, конечно, могу. Спасибо. Ой, сейчас. Все, поехала. Давай. Ну, а чего не работаем? Пожалуйста. Да. Здравствуйте. Простите, забыла ваше имя отчество. Олег Павлович. Олег Павлович, Костя не смог приехать, у него съемка. Хотите кофе? Правда, у нас только растворимый. Начальство обещало поставить автомат. Но, как известно, обещанного три года ждут. Вот мы и ждем. Два уже прошло. Прошу. Спасибо. Костя сказал, что речь пойдет о подписке, но было шумновато, и он не понял, в чем суть. И прислал вас. Костя действительно очень занят. Хорошо, что вы оказались свободны. Ну, у меня тоже не очень много времени. Я к вам вместо обеда. Простите, не знал. Иначе я не стал бы вас таскать. Сказал бы все по телефону. Хотя, мне приятно, что вы еде подпочли меня. У меня для вас новости. Илья Фомин признался в убийстве Вадима Андреева. Показания Марины Чеботарь подтвердились. Так что, дело закрыто. Я снимаю подписку о невыезде с вашего мужа. Ой, как хорошо. Спасибо большое. Сможете за него расписаться? А так можно? Мы никому не скажем. Мне правда неловко, что из-за меня вы остались голодными. Могу я это как-то компенсировать? Пригласить вас на обед? Нет, спасибо. Я спешу уже на работу. И, может быть, как-нибудь в другой раз. Ловлю на слове. До свидания. До свидания. Вот просто отлично. Дим, пару вариантов поакадемичнее можешь сделать? Прибери чуть-чуть секса, это ту матч. Ну, девушка у нас такая, что могу. Так, мне все нравится. Дим, пару вариантов сделай, ну, чтобы в агентстве было, окей? Хорошо. Прости, можно тебя на минуточку? Пойдем. Так, а вы работайте, работайте. Кость, ты понимаешь, мы теперь домой можем ехать? Настя, какой домой? У меня компания, у тебя отчеты, дел по горлу. То, что подписку сняли, это, конечно, замечательно. Но мы никуда ехать не можем, ты же это понимаешь? Понимаю. Ну, все, Настюш, мне надо фотографировать. Ты давай беги, у тебя тоже дело есть. Давай. Сергей. Анастасия Владимировна, может быть, вам еще кофе сделать? Нет, благодарю, тошнит даже от кофе. Сергей. Да. А у вас есть телефон Шапошниковой? Да, конечно. Нужно? Да. Пришлите мне его, пожалуйста, мне нужно кое-что у нее уточнить. Отправил. Так. Получила. Спасибо. Екатерина Степановна, здравствуйте. Настя Чужого беспокоит, жена Константина. Вы меня извините, пожалуйста, мне с вами встретиться нужно. Что? Нет, нет, это по поводу отчета. Я как раз сейчас им занимаюсь, как бухгалтер. И нашла кое-что странное и нехорошее. Да, сегодня вечером, да, я могу. Вы мне, вы мне скажите, где, и я там буду. Угу. И то, что я увидела, было очень похоже на известную схему. Явные фирмы-однодневки, которые должны были быть выведены из банка, обналичивают крупную сумму. Но если я это увидела, вы не могли быть не в курсе. Я только одного понять не могу. Как вы могли это допустить? Ведь по всем параметрам, любая первая проверка вычислит это. А она и вычислила. Это были фирмы Вадима, и он завел их в банк. На правах мажоритарного совладельца он мог это делать без нашего вида. То есть вы были не в курсе? Ни я, ни Фомин. Если бы Илья Игоревич не вмешался, то у нас бы отозвали лицензию. Неужели все зашло так далеко? Слишком далеко. Илья Игоревич спас банк в последний момент. И вообще, он очень порядочный человек. И не способен на убийство. И если даже это произошло, то сгоряча, по неосторожности. Я не понимаю. Вы слышали, как они ей ругались на канале убийства? Нет, к сожалению, в этот день меня не было. А как вы думаете, они могли бы ругаться и замахинаться Вадима? Об этом надо спрашивать не меня, а Фомина. Как? Он признался в убийстве и ждет сюда, в тюрьме. Признался? Как это может быть? Он уже дал мне телефон своего адвоката, чтобы я через него передавала, что происходит в банке. А вам, Настя, зачем это надо? Мой муж получил в наследство банк, в котором не все чисто. Через полгода он станет совладельцем, и я хочу знать, чем ему это грозит. Мне, Настя, извините, но мне кажется, что сам большой враг для вашего мужа — это он сам. И вот от этого вы его защитить никак не сможете. Ой, Настюш, привет. Людмила, короче, слушай, меня коллапс, выручай. Меня на зарождение пригласили к мужу моей подруги, а он мне обещал на работу устроиться, когда мне вид на жительство дадут. Ну, как не могу отказать. Ты с Петей посиди, пожалуйста, а я побегу. Спасибо тебе большое. Ты не видела Костю, я ему звоню, он не подходит. А он, не знаю, наверное, где-то навстречу, может телефон без звука. Пока-пока. Спасибо, моя хорошая. Настя, на уляк нормальный, давай. Давай. Оп-оп-оп-оп. Вот так. Все. Ага, все, спите. Марин. Марина. Марин, а где ты вчера так поздно задержалась? Я в четыре часа лег, тебя еще не было. А чего это тебя так волнует? Ревнуешь? А что, не могу? Нет, не можешь, если сам жена. Я ж тебя не спрашиваю, чем ты занимаешься. А ты спроси. Я развожусь. Это фиктивный развод, что ли? Да? Ну, так он же фиктивный. Я со своей женой не сплю. Костя, я тебя умоляю. Каждый мужчина говорит своей жене, что не спит с любовницей. И любовница, что не спит с женой. А в итоге спит с обеими. Я не каждый. Ты еще скажи, что по мне с ума сходишь, а с ней это просто так привычка. Скажу. Это вообще разные вещи. Это сравнивать нельзя. Марина, у нас с тобой какое-то безумие. Я не знаю, наркотики. Я остановиться не могу. У меня с Насти такого не было даже десять лет назад. Понимаешь? Понимаю. Марин, ты меня любишь? Только честно скажи. Ну, неужели непонятно? Понятно. Здравствуйте. Мне нужна Марина Чеботель. Ее нет. Передайте ей, чтоб срочно мне перезвонила. Она не отвечает на мои звонки. Представьтесь, пожалуйста, как я передам вам приходила. Поняли? Да. Всего доброго. Если она мне не перезвонит, то ее секрет перестанет быть секретом. И я не шучу. Так и передайте своей хозяйке. Крепостное право отменили в шестьдесят первом году. Ногу берите, пожалуйста. Простите. До свидания. Костя. А? Ты мне больше не муж. Ты чего, испугался, что ли? Да это подтверждение пришло. Смотри. Ну, и шуточки у тебя. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо вам большое еще раз. Мы можем все вместе в Рязань поехать. Заявление подадим в ЗАГС, и я познакомлю вас с мамой и Иркой. Отличная идея. Когда едем? Да, хоть завтра. Как же отчет? Ну, если я сегодня посижу до Пасна, то я все успею. Ну, вот отлично. Костя, ты чего молчишь, стоишь? Да, я это, о работе задумался. Там заботное дело сделать надо. Подожди, можешь мне уделить полчаса? Мне нужно с тобой поговорить как раз по поводу отчета. Ну, вернее, по поводу того, что я узнала благодаря отчету. Не, не могу сейчас. Давай вечером. Костя, что случилось? Что? Почему ты такой грустный? Костя? Костенька. Какая муха его кусила. Костя. Костя, который я умер. Костя, что же это делает. Субтитры создавал DimaTorzok Илья, вы не представляете, каких усилий мне это стоило Вот здесь результаты экспертизы, которые вы тогда прошли на посту ДПС Помимо алкоголя, который и правда был в ничтожном количестве У вас в крови обнаружен не только нафтозин, но и гидроперозин А вы говорили, что принимаете только нафтозин Послушайте, гидроперозин я не пил Я навел справки Гидроперозин в сочетании с нафтозином Вызывает, например, такие симптомы, как Спутанность сознания, длительные обмороки, нарушение памяти А в определенных дозах даже и смерть А вы случайно не пытались покончить с собой? Послушайте, у меня фобии, а не тяга к суициду А потом, как вы себе это представляете? Я отравился и поехал в гости? Ну, допустим, вы выпили гидроперозин случайно Хотя маловероятно, это не какая-то расхожая вещь, чтобы сплошь и рядом попадаться Дело не в этом А вот то, что именно вам, именно в день убийства Повезло, в кавычках, выпить препарат Который в сочетании с вашим препаратом Дает такой сногсшибательный эффект Вот в такую цепь совпадений я не верю Думаете, меня отравили? Уверен Но, чтобы нам это доказать Вы должны, Илья, постараться подумать, кому это надо и зачем Здравствуйте, дамы Здравствуйте Здрасте Настя, я вам кофе сварил Ой Устали? Здесь такой свет тусклый А, это Константин Евгеньевич попросил все лампы в офисе заменить на энергосберегающие в целях экономии Константин Евгеньевич начал экономить Этот день надо запомнить А что же вы здесь глаза ломаете? Взяли бы работу на дом Сергей, да вы гений Что-то я раньше об этом совсем не подумала Это, знаете, дурацкая привычка Каждый день не ходить в офис А вы мужа моего не видели? Я его найти нигде не могу А Константин Евгеньевич уже уехал Спасибо Ира, мы все вместе приедем Я, Костя, Марина и Петя Но мы у меня все не поместимся А предлагать Марине с Петей идти в гостиницу как-то неприлично А что, если они у вас сырье переночуют? Нет, я, конечно, не против Я просто не понимаю, зачем ехать всем в шапито Что? Что за повод? Как развелась? Подождите, какой эффективный брак? С кем? Чего? Настя, ты что, дура? Ну а что ты делаешь-то, а? Да он с ней спит уже наверняка А, ну конечно, да Нет Насти, он именно такой Так Подруга у меня называется Костя Костя! Кость! Марина! Настя! Настя! Это не то, что подумала, Настя! Это… Черт! Настя! 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 Марина, отойди! Мне надо ехать! Ты не понимаешь, что нет смысла за ней ехать? Я ее догоню и все объясню! Надолго одного оставлять нельзя! Костя! Ну, я чуть штаны не налажил! А где они, кстати? Твои волосы мокрые! Ну, ты откуда делала? Насть, не надо! Я тебя прошу, у нас я так устала! Ну, с вами разные стали какие-то! Вообще ничего общего нет! Да он смешит уже наверняка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Настя! Настя, это я! Ой, ты как? Настя! Так, подожди! Настя! Вы куда? Только родственники! Ну, я можно! Я муж! Ее муж! Я его не знаю! Слышите? Я его не знаю! Уберите его! Я его не знаю! Я его не знаю! Все! Двери закрываем! Поехали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Настя, я к тебе. Пожалуйста. Если по поводу отчетов, то я на больничном. Попроси Марину. Я за тобой ехал, смотрю аварий, а вот сразу понял, что это ты испугался. Кошмар. Думал, все, конец. Ну, извини, что разочаровала. Только ушибы и синяки. Тебя, наверное, дома ждут? Нет, Ира. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ира, это я. Ты прости меня. Ты была во всем права. Настя, это ты меня прости. Наговорила тебе лишнего. Как ты там? Точно нормально? Слушай, в общем, мама не смогла до тебя дозвониться. Позвонила Косте и… В общем, она узнала про аварию. Ее сейчас в нашу больницу привезли. Нет, нет, все нормально. Просто у нее сахар поднялся. Сахар 28, ацетом 3 креста. Я говорила, с зав. отделением есть риск диабетической комы. Ты только не переживай. Я рядом, все под контролем. Я поняла, спасибо. Я поняла. Ты нормальный? Я из-за тебя чуть не погибла. Ты решил мою маму угробить? Ты что, забыл, что у нее диабет? Зачем ты ей сказал? Так она настаивала. Ну, я сам в шоке был. Ты ни о ком не думаешь. Кроме себя. Убирайся. Настя, пожалуйста, успокойся. Давай поговорим. Убирайся. Убирайся, я сказала, иначе я буду кричать. Хорошо. Убирайся. Хорошо. Извините. Ничего, ничего. Все. Она не хочет больше меня видеть. Мне очень жаль. Угу. Да уж. Ну, может быть, это к лучшему. Может быть, это судьба. Даже сам говорю, что развод неэффективный. И вот, значит, теперь все по-настоящему. Я не ожидал, что так может получиться, понимаешь? Я не мог себе предположить, что вот так может получиться. Просто раз — и авария. Как? У тебя просто стресс. Это шок. Тебе нужно расслабиться. Марин, а почему ты не спросила? Что не спросила? Ну, когда я тебе позвонил, сказал, что Настя попала в аварию, ты не спросила. Она была жива, она вообще нет. И потом не спросила. Ну, ты сам сказал, что она не хочет с тобой разговаривать. Значит, как минимум, она в сознании. И ничего страшного не произошло. Ага. Не произошло. Только авария. Ну, я и говорю. Ну, и к тому же, если бы что-то страшное случилось, наверное, ты бы с этого и начал. Ты очень логичная женщина. Не переживай. Самое страшное позади. Дальше будет легче. Да? Ага. Все. Все. Ну, что ей требовалось доказать. Вся эта ситуация с фиктивным браком, полный развод. В миграционной службе вообще не знают про Марину Чеботарь. Ой, Настя, если бы ты мне сразу все рассказала. Сказали бы Илюше моему, не пришлось бы тебе разводиться. Нет, хотя все-таки в этих обстоятельствах правильно, что она развелась. Я не хочу напоминать, что я предупреждала, но я предупреждала. Да, вы обе правы. Зря я вам сразу все не рассказала. Вы моя единственная настоящая опора. А я поверила чужому человеку, наверное, из-за Пети. Я к нему как-то вот сразу прикипела. Милая ты моя. Это подмена. Подмена, Настя. Сублимация. Ну, это не твой ребенок. Просто у меня было такое чувство вины из-за этого наследства. Оказывается, вся суть в нем. Марина хотела быть и замуж за Костью. Не из-за гражданства, а из-за денег. Настя, это и так понятно. Это ж очевидно. Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь волка из этой сказки. Битый не битого везет. А Марина ту лису, которая села на тебя, ножки свесила, поела и до места добралась. Как я раньше этого не видела. А вот Костя до сих пор не знает, что его используют. Да так ему и надо, козли. А может быть Марина причастна к убийству Вадима? Может быть дело не в чувствах, а есть еще какая-то причина, из-за которой Вадим ничего ей не оставил с Петей. Кстати, это же она помогла Фомина посадить. Сказав, что тот ее преследовал, из-за нее они поссорились с Вадимом. Так, подожди, то есть ты думаешь, что это все тоже постановка? Я не знаю, но так ссоры не ясны. И Шапошникова уверена, что Фомина никак не мог убить. Надо было взять у нее телефон адвоката и встретиться с Фомина. А что, если Марина и есть убийца? Тогда Костя в опасности. Каждый день одно и то же. Утром яичницы, вечером салат. Ну не умей я готовить. Я думал, все женщины умеют готовить. Некоторые женщины умеют готовить, а некоторые за собой следят. Я думал, иногда это сочетается. Между прочим, я с ребенком сижу, а не в носу ковыряю. Да? Вчера вообще-то я с ребенком сидел, а вот что ты делал в это время, я не знаю. Я в няне. Не гожусь. Костя, я ищу и няню, и домработницу, но пока нету подходящих кандидатур. Ну чего ты злой такой, а? Да потому что. Через задницу. Только нашли главного бухгалтера, она взяла вчера и уволилась. Ну почему ты мне вчера об этом не сказал, а? А потому что, если бы ты пришла до того, как я уснул, я бы тебе сказал. Ну так верните Шапошникову, в чем проблема? А она не хочет возвращаться, потому что ее слишком некрасиво уволил. По твоему, кстати, совету. Ты мне так и не сказала. А где ты вчера так поздно была? Да я просто с подругой засиделась. Еще-то времени потеряла. Ну прости, я больше так не буду. Ну, давайте. Чуть-чуть. Конечно, чуть-чуть. Мне нужно вернуться в Москву. А не проще ли позвонить и предупредить Костю? Ну? Марина его так охмурила, что он мне не поверит. Ну хорошо, давай позвоним в полицию. Нет. Надо позвонить моему Илюше, посоветоваться с ним. Так? Нет. Марину без доказательств не посадить. А у меня вон один домысл. Сейчас спугнем ее и все концы в воду. Сначала нужно поймать ее за хвост, а потом можно идти к Шумову. Настя, признайся, ты просто хочешь отомстить своему Костюку. Костя меня предал, и между нами все кончено. Вот это правильно. За это можно выпить. Давай. Я не могу сидеть сложа руки, зная, что он там в опасности. Это вопрос совести, а не мести. Хотя, конечно, мне хочется посмотреть в его глаза, когда он узнает правду. Ох, прям техасский рейнджер, Настен. Так. Так. Я все понимаю, Настя, но одну я тебя в Москву не отпущу. Поедешь со мной. Главля знаем, да? Ира. Надежда Ивановна. Дочка, Ира права. Я еще одной больницы не переживу. Мама. Вам надо ехать вдвоем. Ну, конечно, Настя, мы пошли в маму. Хорошо. Отлично. Ну, все, все. Надежда Ивановна. Ну, садись. Садитесь, у вас глюкемия. Давайте, все будет хорошо. Она поедет со мной. Ну, едем сегодня. Повезло тебе, что у меня два выходных. Придется спиногрызов, наверное, бабушки оставить. Ну, в общем-то, им тоже повезло. Так, ладно, едем сегодня. Но сначала составим четкий план действий. Понимаем? Давай. Так, машину берем у Илюши. Малыш, можешь мне денег дать? Я просто хочу по магазинам пришвырнуться. Уже скоро совсем тепло, а мне даже надеть нечего. Марина, у тебя весь гардероб забит шмотками. Ну, так это вещи с прошлого лета. Я же не могу их в этом году носить. А ты что, вещи каждый сезон меняешь? Как бы да. Мода, она вообще-то меняется. Приветики. Приветики. А что ты не сказал, что у нас гости? Мы с Викусиком собрались на массаж сходить. Это есть денег дать. Сколько? Тысяч пять. Что-то немного. Ну, курс-то поднялся. Что, долларов, что ли? Костя, ну, не рублей же. Это как бы Москва, а не Рязань. Ты же знаешь, какой у меня овердрафт на карте? Так это не только из-за меня. Четыре. Хорошо, зай. Четыре так четыре. Я могу экономить, когда это нужно. Пока, Костя. Похоже, да? Здравствуйте. Анастасия Чижова. Это я, здравствуйте, вот. Ну, вот теперь узнал по голосу. А я, собственно, Александр Москвин. А я, собственно, Ирина, телохранитель Анастасии. Хрупковата. Характером компенсирую. Ну, я могу только одну из вас внутрь провести. Сами понимаете, заведение режимное, не пансион. Ну, ничего-ничего, я подожду на улице, да, воздухом подышу. Так. Анастасия, ну, легенда у нас простая. Вы лечащий врач Ильи Фомина. А специальность какая? Психиатрия. Психиатрия. Очень хорошо тебе подходит. Так. Может, пойдемте? Да-да-да, идите-идите. Держись там. Давай. А ты куда? В банк. А зачем ты туда? Компания ведь уже стартовала. Проводим совещание для руководящего состава. А ты же сам говорил, что ты восемьдесят процентов из того, что они говорят, не понимаешь. Ну, им-то об этом знать не обязательно. Раз уж я играю роль босса, значит, нужно играть по правилам. А завтра ты что делаешь? Тоже занят? Да. А послезавтра? Недель пять дней. А заявление мы когда пойдем подавать? Ну, давай, на выходных. Только не на этих. На этих мы проводим тренинг. Укрепляем командный дух. На следующих. Костя, ты передумал на мне жениться? Ты забыл, что меня депортировать могут? Ну, правда. У меня совсем нет времени. Все сделаем, обещаю. Когда? Ну, вот я вот сейчас в банк поеду, расписание посмотрю и тебе наберу. Хорошо, я жду. Почему вы не рассказали полиции, что поссорились с Вадимом из-за его махинации с обналичкой? Шапошникова вам не рассказала? Мне пришлось дать крупную взятку одному крупному должностному лицу. Когда я обо всем узнал, результаты проверки уже дошли до Центробанка. Расскажи, я кому дал взятку, то кто-то бы получил повышение по службе, только я бы уже тут с вами не сидел. Лучше срок. А что у вас было с Мариной? Ничего не было. Она сказала, что вы ее домогались. Она сказала. А я говорю, вранье. Только ей поверили, а мне нет. Потому что у нее был ребенок и алиби, а у меня невроз и амнезия. Я вам верю. Анастасия считает, что Чеботарь – аферистка. А, возможно, даже убийца. Ну, хоть кто-то мне поверил. Кроме моего адвоката. Помогите мне. И, возможно, я смогу помочь вам. Хорошо. Есть предположение, что когда я приехал к Вадиму в вечер убийства, Марина подсыпала мне в пиво некий препарат – нейролептик, который в сочетании с моим лекарством, которое я пью от невроза, дает жуткую реакцию. Вот почему я потерял сознание и ничего не помню. Только это сложно доказать. Али, Надежда Ивановна, не кладите трубку. Пожалуйста, подождите. Я не могу до Насте дозвониться, у нее абонент недоступен. Очень нужно. Всегда. Новый номер записываю. Ага. Про гидроперозин мы узнаем случайное. Благодаря анализам, взятым у Ильи на посту ДПС. Но их даже не будут рассматривать. По закону имеет значение только экспертиза, полученная в ходе следственных действий. Ну, а иначе любые результаты можно было бы подделать задним числом. А если провести экспертизу сейчас по всей форме? Нет смысла. Гидроперозин держится в крови очень недолго. Так что время упущено. Да, кстати, Марина от Вадима знала про мой невроз, а таблетки я мог сам при ней пить, когда бывал у них дома. Она хотела вас убить? Скорее подставить. Ей надо было, чтобы я отрубился во время ее отъезда. Да, в тот день еще заработали камеры, хотя Вадим мне говорил, что они давно кротнули и их собирались настраивать. Вот именно по камерам меня и задержали. Во время убийства Чеботарь не была дома. После приезда Ильи она повезла ребенка к врачу. Врач подтвердил ее алиби. Убила не она. А если это все совпадение? И Вадим убил тот, а другой, а Марина просто поехала к врачу? Может и так. Только в эту схему не укладывается отравление Ильи. Ильи. Марина знала, что в этот вечер Вадим умрет. Поэтому камеры работали, был подсыпан гидроперозин. Но у нее алиби, а в совпадение мы не верим. А значит, существует еще один человек, который убил Вадима. Сообщник. Но кто и зачем? Вопрос на миллион. Но ведь этим сообщником можете быть и вы. Что, если вы должны были убить Вадима, потом уехать и изобразить амнезию? Но она вас подставила. Вы же сами говорили, что были уверены, что камеры не работают. Вы и так сказали. Погодите, зачем мне это, а? Москвин, вы тоже в этом замешаны? Настя, вы глубоко ошибаетесь. Мне нужно идти. У меня очень срочная встреча. До свидания. Если Марине нужно было наследство, зачем было убивать Вадима? Тсс. Ну ведь она так и не стала его женой. В случае его смерти бы ничего не получила. Ну, могла бы дождаться, пока станет его женой и… А Петя? Петя же сын Вадима. Значит, он прямой наследник. Она вообще могла через него все получить. Она же единственный родитель, понимаешь? Она законный опекун несовершеннолетнего. Откуда ей было знать про это завещание на Костиковых? Ой, кстати, нужно будет узнать, какого числа было составлено завещание. Мне хоть показалось, что нотариус вполне нормальный человек. Может, он мне даже узнает? Чего там? Это на терную пятку. Пойдем к нотариусу. Ага. Давай. Вот. Составлено восьмого мая сего года. А Вадима убили тринадцатого. Значит, она изменила завещание в последний момент. Но почему? Могу ли я вам быть полезным еще чем-нибудь? Ну, вот ты проспорила. Да. Интересно, что заставило Вадима изменить завещание? Ну, не знаю. А может, он знал что-нибудь такое про Марину? Не захотел, чтоб ей деньги достались? А может, он вообще побоялся, что Марина его убьет из-за этого завещания? А что у нас там в списке зацепок? Тогда посмотрим, что у нас тут в списке зацепок? Какой-то стремный детектив. Ай! Тот, который говорил про какой-то Маринин секрет. Который перестанет быть секретом, если она ему не позвонит. Чего? Она ему должна была позвонить. Да. Что, что случилось? Она позвонила? Ну, я в связи с этими, со всеми событиями забыла ей сказать и визитку не отдала. Так это же классно. Чего ты не говорила-то про визитку? Давай мы позвоним ему от лица Марины и все узнаем сами. Давай, звони. Ты Марина. Ага. Голосы смени. Ну, чтоб он не догадался. Давай. Не берет. Не берет. Надо ехать. Тут адрес есть. Ну, давай поехали. Только давай припаркуемся прямо напротив дверей, ладно? А не за два квартала, потому что негде. Подумаешь, прошлись немножко. Немножко? Ага, я себе знаешь, как пятку натерла. Ну, тоже молодец. Кто идет расследовать убийство в новых туфлях? Новые, да. Я себе купила. Я, кажется, замок сломала. Ирка, ну, прости. Нужно позвонить в справочную, и сзади твоя машина, да? Моя. Если б моя, то Илюшина машина. Да? Я думала, что это твоя новая. Я Илюшина, о ней никогда не видела. Это его новая. Только купил. А я новая и на ремонте. Ты уж сломать успела. Он тебе подарил, пока я в Москве была. Ну, поцарапала чуть-чуть. Настя, я хочу с тобой поговорить, а не с автоответчиком. Настя, я совершила ужасную ошибку. Пожалуйста, перезвони мне, а? Нет, лучше я тебе перезвоню. Как же тяжело быть уродом. Ну, может, все-таки вместе? Или к детективу, или за машиной? Нереально. Тебе нужно машину сегодня забрать, то не расплатишься. А мне к детективу до конца рабочего дня. За машину неспокойно. Ну, может, все-таки вместе? Мы можем разделиться. Мы же на сиамские близнецы. Ты позвони мне, как заберешь машину. Ладно. Только обещай, кроме детектива, никуда без меня не ездить. Ладно? И если что, звони Шумову. Хорошо? Давай, все. И потом позвони мне, если что… Логи! Ладно. Пока. Ладно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Олег Павлович, здравствуйте. Настя Чужого беспокоит. Что? Нет, нет, нет. Я не по поводу приглашения на обед. Нет. Я по поводу дела Вадима Андреева. У меня на руках важная улика. Вадим заподозрил, что Марина ему изменяет, и нанял детектива. Детектив нашел подтверждение. И тогда Вадим сделал тест на ДНК. И понял, что Петя не его сын. И тогда изменил завещание. Наверное, сказал об этом Марине. И Марина решила его убить. До того, как Вадим официально бы отказался от Пети. Ну, тогда бы он перестал быть его наследником. Ну, а с Фоминэм-то что? Он ее сообщник. Но она его подставила. Но он был уверен, что камеры не работают. А она их включила. Его арестовали. Потом она дала показания, и вы закрыли дело. А может быть, Марина изначально планировала его использовать и посадить? Она была уверена, что он ее не сдаст из-за Пети. Фомин. Официальный отец Пети. Он и не сдал. Придумал какую-то историю, если к...